всем добрый день миша кучеренко программа стерео правда 11 выпуск третьего сезона мы опять в самом прекрасном городе на земле санкт-петербурге на выставке фреш хайфа и вайнул шоу организованной компании пуль . ру галереи назаров и со мной представитель этой компании пуль . ру илья кинжалов мы его много раз видели он в очередной раз оказал нам честь и решил дать небольшое интервью илья привет спасибо за великолепное мероприятие как всегда наверное первый вопрос это вот по сравнению с выставкой которая была год назад мы сейчас уже приближаемся к концу первого дня какое твое впечатление приветствую михаил добро пожаловать да на наш второй выпуск выставки в питере выставка стала больше она переехала другие на другой этаж более крупные номера у нас теперь 28 номеров и 4 зала прошлом году для сравнения было 22 номера народу не могу сказать что больше потому что мы пока еще не знаем собственно тотал под конец вот но очень активно суда люди приходили за первый час пришло больше ста человек на выставку у меня сложилось впечатление вот по первым часам работы выставки что какое-то большее оживление чем прошлом году когда-то то ли люди каким-то большим интересом то ли погода великолепно во первых погода классная да и в москве и питере тут нонсенс как бы такая солнечная 23-24 градуса погода на самом деле мы опасались что народ поедет на дачу но видимо не все выбрали дачу перед собственно хай-фаем вот мне кажется что народу больше но по факту посмотрим вот мы в этот раз гораздо шире сделали рекламную кампанию люди могли о нас узнать не только в тех источниках которые были в прошлом году может быть в этом дело а вот скажи все-таки уже через год когда вы опробовали эту модель москве было две выставки уча старая выставка в санкт-петербурге вы же наверное ставили перед собой какие задачи когда вы организовывали выставку вот как эта задача вы смогли постепенно начать решать смотри не было какой-то задачи опять же там получить от этого деньги да какие-то продажи почву глобальном масштабе наверное все таки да мы все-таки ожидаем что мы как организаторы пойдут салоны к нам да не кому-то еще но тем не менее задача была индустрию всколыхнуть ты если помнишь первую выставку да как бы просто вид все прочее перенос хай-фай шоу и так далее как бы была задача показать что мы живы что у нас есть чем торговать есть что слушать есть что покупать о принципе концепция не поменялась мы просто стараемся сделать стать лучше до обеспечить более классные комнаты экспонентов и так далее и тому подобное и в этом плане я считаю что мы улучшаемся с каждой выставкой идем но это я могу кстати подтвердить потому что когда я зашел в ту комнату которая была нам любезно предоставлена имеются дунам то есть канала и veriport.ru стереоправда мы здесь ярославом воробьем я шахнул насколько хорошая комната и по отношению к прошлому году комнаты намного лучше я могу сказать мы так даже на вскидку поставив технику убедились что в общем результат превзошел наши ожидания и вам за это большое спасибо заключение хотел поблагодарить генерального спонсора нашей программы компании in trade которая помогла организовать нам и мероприятие по приезду и по съемке этой программы илья ну я хотел тебя поблагодарить опять же за отличное мероприятие выразить особую благодарность за то что вы дали возможность нам показать нашу экспозицию нашего youtube канала пожелать вам чтобы все таки вот эта положительная динамика по отношению к тому что было год назад продолжалась поэтому вам всего самого наилучшего а мы переходим к обзору выставки без ложной скромности мы начинаем репортаж с выставки фреш хай фай войну шоу санкт-петербурге с нашей собственной комнаты которая здесь под номером 2112 называется стереоправда слэш и в репорт точка ру и в этом году на выставке фреш хай фай войну шоу санкт-петербурге мы решили в очередной раз показать нашу с ярославом систему и она состоит похожим образом как и в прошлом из колонок магнепан в данном случае это можно сказать одна из самых младших моделей это предыдущая версия того что сейчас называется магнепан 1.7 а эта версия называется 1.6 в качестве электроники у нас комплект американской компании аэро здесь идет о так называемый диджитал хаби qx5 соответственно предусилитель это k5 соответственно усилитель мощности это v5 эти компоненты от компании аэро представлены для нас компания in trade нашим генеральным спонсором также компания гонка в с которой мы постоянно сотрудничаем предоставила нам цифроаналогового процессора мсб дискрит дак с двумя внешними блоками питания соответственно на выставке мы пользоваться будем и тем и другим то есть мы будем пользоваться и диджитал хабом от аэро и мсб даком под кабузом что касается магнепан мы постоянно используем эти колонки на наших выставках потому что честно говоря в россии особенно за последние уже много лет их редко где можно увидеть и именно поэтому я как бы настаивал на то чтобы в очередной раз на выставке их показать потому что не так часто у дилеров и не так много их распространено на просторах нашей родины это планарная система у которой в поле утечки магнитов которые находятся сзади находится мембрана на которую нанесены секции средневысокочастотные и низкочастотные зависимости от модели это может быть настоящий как бы из раскатанной алюминиевой фольги свернутой в гармошку то что они называют true ribbon данном случае эту модель то что они называют козириббан то есть квази ленточная потому что здесь нету как раз отдельной секции с раскатанной алюминиевой фольгой как это бывает более старших моделях здесь все секции средневысокочастотные и низкочастотные нанесены на одну мембрану виде фольги и соответственно в поле утечки магнитов сзади эта система приходит в излучение под воздействием звукового сигнала также мы используем кабели компании кубала сосна также в этот раз мы решили использовать сабвуферы в данном случае речет об американской компании о sd black эта компания в основном занимается профессиональной инсталляционным оборудованием и мы на самом деле в процессе установки этой системы лично я был удивлен насколько хороша произошла при ну относительно незначительных усилий шивка между этими колонками гник паны сабвуферами так вот данном случае мы используем от компании у sd black их модель которая называется 3 волс 12 dsp и в конце я хотел остановиться на самом любопытном экземпляре из всей нашей системы а именно на стойках box модули мы на самом деле их использовали в прошлом году в гостинице бородино там я вкратце рассказывал об этих уникальных продуктах уникальных почему потому что с одной стороны дизайн и в целом концепция того как это все спроектировано устроена это итальянская с другой стороны мы имеем дело с сотрудничеством с партнерством между итальянскими дизайнерами и российским мастерством российскими возможностями делать все вылизывать и очень качественно мы о чем говорим мы говорим о том что это модульная конструкция в основе которой с одной стороны как я сказал итальянский дизайн и русское мастерство с другой стороны это как бы возможности широкого функционала кастомизации с третьей стороны это вибро развязка и с четвертой стороны это все еще вдобавок как я сказал поскольку логистика упрощена местным производством это позволяет оперативно делать любые варианты этих стоек и оперативно их здесь получать они сделаны из твердого мдф и возможность декоративной карбоновой вставки соответственно всякие возможно выточки материал в данном случае в основном это черные или белые покрыты специальным лаком как я говорил вот изменение высоты стоек оно возможно плюс минус 5 сантиметров с помощью вот этих вот элементов которые ну как бы штыри основные выставление по уровню возможно с помощью вот этих шипов которые входят соответствующую здесь насечку которая позволяет стойке быть абсолютно жесткой даже если ударить то с ней ничего не происходит выравниваем по уровню происходит с помощью контргайки также есть варианты разных цветов и разных материалов кастомные вплоть до того что могут быть варианты когда и кожа используется и какие-то материалы используются и расстояние между полками может быть абсолютно разным в том числе для включения в эту стойку и центрального канала и сабвуфера соответственно я бы хотел сейчас показать топовый вариант и для этого мне надо сделать небольшую паузу я сделал паузу для того чтобы мне помогли показать произведение искусства это топовое исполнение для стойки vox module это серия кардинали в основе этой топовой модели возможность развивать полностью компонент который стоит на специальной врезке который может быть исполнен в данном случае из каленого стекла триплекс но это может быть и другие материалы это может быть и карбон это могут быть какие-то другие варианты этой основной плиты и вот под плитой находятся специальные вибро развязывающие элементы которые представляют из себя две шайбы между которыми находится твердо каленый шарик это все погружено специально эластичную резину и причем когда мы вставляем этот элемент туда там еще между самим основанием этой полки находится еще одна вибро развязка в виде вот такого резинового эластичного материала это позволяет когда мы ставим компонент на выделенную для него отдельную секцию в стойке это позволяет выровнять по тяжести компонента его по горизонтальной плоскости ну естественно с помощью системы вибро развязки основанные на этом каленом шарике сделать дополнительную вибро развязку что очевидным образом улучшает качество звука почему я сказал что это действительно исключительный компонент данной системе что понятно топовая американская европейская техника она всегда по отношению к русской обладала какими-то определенными и внешними ну и какими-то внутренними достоинствами в данном случае это редкий для пока нашей страны случай импортозамещения где как я сказал самом начале мы имеем с одной стороны выдающийся итальянский дизайн выдающиеся качество исполнения выдающиеся функциональность где мы можем конфигурации вы менять и в том числе выдающиеся свойства которые имеется ввиду вибро развязка компонентов между собой между основаниями между полом возможность менять количество элементов высоту стоек возможность это все фиксировать в горизонтальной плоскости мы имеем вибро развязку мы имеем возможность использовать разные материалы мы имеем красивую декоративную отделку но и сам факт того что это все-таки сосредоточена основная часть производства в россии это безусловно в нынешних условиях большое достоинство потому что с точки зрения всей логистики заказа выполнение заказов это дает очевидные преимущества по отношению к западной американской европейской техники сейчас я хотел бы сделать небольшое отступление потому что поскольку я с колонками гнепан работая уже больше 30 лет и уделял им всегда громадное внимание считаю исключительным этот продукт но мы сейчас не о нем мы о том что на протяжении всех эти 30 лет с магнепаном была одна и та же история то есть при всех их достоинствах у них был очевидно явно недостаток а именно что особенно на популярной музыке где есть динамичный бас в виде бас-гитары контрабас или каких-то вот таких низких басовых сигналов эти колонки в силу их технической конструкции с этим не справлялись они давали достаточно низкий бас и в принципе чем старше модель тем этот бас становился более насыщенным при в одной модели у них мембран находится в поле утечки в самой старшей модели у них магниты находятся с обеих сторон мембраны естественно это позволяло получить гораздо более низкий бас но проблема была компания сама и признавала но они решали постепенно один вариант их решения это когда они от самой старшей модели отпилили вот такой кусок и продавали его как называемый вуфер причем они подчеркивали что это не сабвуфера вуфер потому что он позволял спуститься вниз но не позволял даже если как они рекомендовали их несколько штук устанавливать получить вот этот низкий хлопающий в живот по печени бас который свойственен только обычным динамическим колонкам более того не дали как пару-тройку месяцев назад журнал абсолютно в америке сделал специальный обзор сабвуфера от магнепан в которой они как прототип тестировали он пассивный там 4 8-дюймовых динамика в виде треугольника с одной стороны поскольку он дипольный 4 там с другой стороны здесь вот это которая глухая стена прислоняется к стенке потому что раз колонки дипольные значит и база должен быть дипольный и признавая всю эту проблему на протяжении 30 лет у магнепан никогда не ходил не хватало и не доходили руки до сабвуфера более того они мне как-то даже несколько лет назад звонили просили меня связать xdqx потому что у них была идея используют dqx сейчас не будем останавливаться на этом чтобы с его помощью интегрировать сабвуфер и мы как дилеры и дистрибьюторы когда эти колонки переходили там от пурпурного легиона в стереоправду и стереоправду сейчас дистрибьютором официальным является гонка в эту проблему так никто не решил но в частности потому что как тот же григорий чекноверов много раз заявлял он верит в то что колонки должны нативным образом реализовывать весь частотный диапазон и до самого последнего времени я никогда не мог его убедить том что все таки я считаю что сабвуфер для магнепана это необходимая составляющая для получения абсолютно полноценного звука и он часто ссылался на то я почему они вам говорю суть он официальный дистрибьютор он часто ссылался на то что не надо потакать низменным желанием наших покупателей не надо оставлять место для грязной их фантазии а мы должны научиться реализовать эти свойства тем не менее на этой выставке с твоей помощью и с помощью компании simple distribution я решил вслепую воспользоваться сабвуфером и могу сказать ну двумя да но технологии сабвуферов и могу сказать что результат на мой взгляд превзошел все мои ожидания в данном случае речь идет о сабвуфере о sd black black 12 дюймов модель и глядя на него я не мог подумать насколько он окажется удачным в той демонстрации который мы здесь сделали думаете с этим согласен я соглашусь у меня просто есть со своей стороны маленькое замечание буквально точно мне кажется что в принципе роль сабвуферов в стереосистемах она является несколько не недооцененный то есть вне зависимости от того что это магнепан или другая акустика просто современная акустика редко играет бас поэтому поддержка на басах она очевидно потому что база дорогая самая затратная вещь да думаю что это так у меня в принципе есть к тебе как к специалисту вопрос а что ты вообще думаешь об использовании сабвуферов в целом концептуально в стереосистемах я считаю что это необходимая составляющая часть потому что я был сюда поклонником активных систем я сабвуфер по определению есть и сабвуфер во первых решает физически проблему воспроизведения низких частот во вторых он добавляет мощности в стереосистему потому что сабвуфере особенно в активном есть отдельный усилитель и он добавляет фактор настраиваемости который в обычных система как правило решаются всякой трихомудию там какие-то ставками конусами там и т.д. и т.п. но физически просто я окончил мифи в свое время да я понимаю что выше головы не прыгнешь и пассивные системы не дают тех возможности по глубине артикуляции баса который может получить проблема заключается в другом что интеграция нетривиальная вещь именно поэтому магнитман до этого так и не дошли то есть они делали одно другое у них есть какие-то приоритеты они всегда декларировали необходимость иметь сабвуферов никогда этого не скрывали но никогда его не делали и когда мы задавали им вопрос а что вы можете порекомендовать они разводили руками но и при этом мне кажется что для интеграции как раз очень полезно иметь два сабва то есть авторию системе потому что одного недостаточно не с точки зрения настраиваемости потому что два сабва ты можешь двигать по комнате и добиваться более каких-то гибких вещей по изначально образование стоячих волн 2 всегда дают больше гибкость потом все таки несмотря на то что там это раздел 20 40 60 говорят что ниже 200 мы не слышим направления мы его слышим почему потому что 20 40 ну какой крутизный фильтр это означает что все равно эти сигналы залазит в там 200 в 300 герц держим и чувствуем направление плюс в одном канале например в левом если записан бас гитара или контрабас а в правом его нету то сабвуфер будет ее играть так что допустим она где-то в центре находится согласен ну все-таки возвращаясь наверное уже больше конкретики я хотел бы несколько слов рассказать именно про эти конкретные модели то есть мы взяли два сабвуфера мы решили не могу даже назвать экспериментом потому что но это было скорее даже мое решение мое предложение по взять сабвуферы конкретно sd black sd black это американская компания я впервые с этими сабвуферами познакомился летом этим и он просто произвел на меня во время тестирования очень приятное впечатление поэтому решил вот попробовать взять 12 2 12-дюймовых сабвуфера модель называется треба с 12 прошу прощения сложное название треба с 12 и дсп вот это у сабвуфера есть три диффузора 12-дюймовых соответственно да один активный и два пассивных он относительно компактный как мы видим при этом на борту усилитель 800 ватт вес 20 килограмм что еще а мы же их мерили то есть снимали амплитудно частотную характеристику нижняя полоса нижняя граница воспроизводимых частот 18 герц вот а еще очень важно сказать наверное то что здесь на борту есть полноценный dsp то есть цифровой процессор с его помощью там установив какой ну не какой-нибудь а приложение там а и буфер например на iphone можно очень гибко настраивать и там частоту среза и фазы фазу крутить и давно много-много всяких характеристик можно даже использовать микрофон который встроен в телефоне для калибровки вот на мой взгляд как бы это ну так массажерные встроенности массажеры я думаю если на него сесть то можно там вероятно помассируется одно место вот в серии сейчас здесь представлены три модели это вот конкретно средняя модель 12 дюймов есть еще старшая модель 15 дюймов и более младшая модель 10 дюймов вот в принципе мне кажется что модель интересная особенно с учетом того что даже по нынешним временам розничная цена там порядка 100 тысяч рублей в общем я был приятно удивленный вот хотел бы тебя как раз спросить мы все-таки там два дня провели с этими сабами послушали их в нашем сетапе вот что ты можешь сказать я могу сказать что за 30 лет я лучше интеграции сабвуфера с колонки магнепал не слышала скажу сразу второе я могу сказать что нам повезло нам повезло возможно что эта модель даже было лучше с интегрировал с этими сабвуферами в силу естественного завала по низким частотам мы же включали эти сабвуфера в параллель мы не использовали кроссовер который в них что кстати немного подводный камень потому что мы эту функцию не тестировали насколько звук пропущенный через внутренний кроссовер да если в случае обычных колонок насколько он бы стал хуже по отношению здесь мы ничего не теряли потому что у нашего абсолютно чистый звук на колонке и мы просто за счет их естественного спада на низких частот подключил в этот сабвуфер нам повезло и мы услышали чрезвычайно удачный шов при этом мы восстановили частоту среза то есть минимальную внизу мы просто пользовались ручкой фактически если грубо сказать громкости но особо не использовали тут еще дополнительные всякие функции там фазы абсолютные фазы мы конечно я как как раз подкорректировал для того чтобы в стерео это все но тем не менее да но самое главное что мы и dsp тоже не использовали что да возможно нам дал еще какой-то дополнительный прирост качестве да точно да да ну и то что это стоит тысячи рублей знаешь долларов пардон это как моя бабушка говорила старыми деньгами я те хочу сказать так узнаешь еще убедился на этом примере что все самое лучшее в жизни но самое дешевое а самое самое лучше что можешь получить только за бесплатно потому что от получая за бесплатно ты это получаешь за счет каких своих других заслуг знаний и связи опыта и так далее чем beatles пели что любовь не купить за деньги знаешь и хороший звук за деньги не купить данном случае нам повезло раз во вторых я те хочу сказать мое постоянное стремление добавить сабвуфера к магнепану несмотря на мнение даже официального дистрибьютора который сегодня сильно поменялось который сегодня продекларировал что да я раньше был неправ и и все это заслуга безусловно вот этого конкретно устройство которое открыло возможности этих колонок позволило увидеть пользу от сабвуфера в таком сетапе экономические вполне я бы сказал даже ниже тех ожиданий по цене чем я думал я не удивился если бы это было в два раза дороже ну и я могу только поприветствовать это решение я считаю что как программа минимум это как минимум знаешь вот я забыл как этот закон называется где за 20 процентов затрат ты получаешь 80 процентов отдачи вот и в этом смысле за 20 процентов тех усилий которые мы проявили мы получили там 80 процентов того что скорее всего можно максимально из этого выкачать таким образом ярослав как я понимаю нам сильно повезло но повезло тому кто проявляет какие-то усилия поскольку я всю свою сознательную жизнь 30 лет думал о том как шить магнепаны сабвуфером поскольку ты человек широким кругозором указал конкретно на osd black вот я считаю нам на этой выставке очень повезло и я благодарен во-первых тебе во вторых компания usd black обязательно обратите внимание и это было очень удачное решение соответственно мы движемся дальше генеральный спонсор программы стереоправда компания in trade представляет на российском рынке производителя акустических систем из франции revival аудио эта компания относительно молодая но возникла только в 2021 году и казалось бы кому сейчас придет в голову в эти времена создавать новую компанию но дэнни лимон и джеки ли создатели этой компании люди далеко не лыком шиты и если они это начали у них есть на это основание основание заключается в том что дэнни лимон был один из основных ключевых разработчиков во многих других компаниях в том числе он был одним из ключевых разработчиков флагманских систем дайна аудио и факал и я думаю в 2021 году идея за его его аудио это как наилучшие достижения из флагманских систем перенести на гораздо более доступный уровень поэтому технические решения которые используются в ревайвала аудио они все сделаны с нуля динамики все производства самого ревайвала аудио здесь и специальное покрытие куполов здесь специальные поглотительные камеры и обратные купола здесь специальный базальтовое волокно используется для басового динамика специальные материалы подвеса все уникальное все новое и все создан для того чтобы передать максимальное качество звука в контексте настоящего хай-энда это и фокусировка за счет фазы когерентного кроссовера здесь добиваются очень хорошие сцены очень хорошую передачи пространства поэтому мы настоятельно рекомендуем вам у местных дилеров интересоваться продукта ревайвала аудио поверьте она этого стоит сейчас мы находимся в комнате 2103 и мой старый добрый друг уже можно сказать дмитрий тамайлы компания diggis дим я понимаю что у diggis и на выставке fresh hi-fi вайл санкт-петербурге три комнаты я правильно понимаю да абсолютно правильно комната 2103 в которой мы сейчас находимся эта комната которая посвящена лайфстайлу мультимедиа комната 2101 там находится домашний кинотеатр с использованием ультра короткофокусного проектора от компании high sense и в комнате 2088 находится уже серьезный стерео хай-фай хэнд я представлены компаниям он варфидейл и код дима а вот лайфстайл ты знаешь я по касательной начал соприкасаться с ним в конце 90-х начал двухтысячных вот за весь этот период вот какие самые значительные достижения и самые отличительные технологии на твой взгляд одно из достижений лайфстайл он стал музыкальным то есть если раньше классический лайфстайл который воспринимали это просто ну что-то играющее но непонятно как сейчас это можно уже портативную акустику сравнивать с хорошей полочной акустикой и из достижений это все-таки стриминг стриминг приблизил простой народ можно сказать к прослушивание качественной музыки и в то же время принес большое толико удобства потому что я например уже не слушаю альбом целиком мне нравится два или три трека из альбома я готов все подобрать список музыки которые мне нравятся это удобство которое пришло в самом мультимедиа и само качество звука я работал свое время в компании свин это дешевая компьютерная акустика и собственно говоря качественный прирост мультимедиа начиная стара даже с того же с вена поменялись материалы поменялось качество сборки исполнения то есть теперь это приятно слушать это не режет уже на тренированный слух и я так понимаю мы как раз можем быть свидетелем всем этим достижением здесь на вашей экспозиции до абсолютно правильно из чего она состоит композиция здесь сама по себе представлена по стилистике жилого помещения здесь центральной ее частью является ультра короткофокусный проектор бенки с тела экраном особенности которого является что вы получаете достаточно контрастную картинку при дневном свете при свете ламп то есть его можно смотреть как самый обычный телевизор большинство современных телевизоров сейчас есть возможность подключения по bluetooth у в качестве подзвучки мы используем акустику defunc который мы с михаилом в прошлом году как раз прекрасно презентовали на выставке хай фай хайн премиум шоу здесь она сделана по принципу то что фронтальные каналы разделены на левый правый как классическая стерео пара но при этом две акустические системы которые находятся в толовой они играют в мультируеме за счет этого мы получаем так называемый эффект супер стереозвучание огромное звуковое поле объемное которое мы получаем классическое стерео и добавляется эффект величины расширяется сцена мы получаем по крайней при прослушивании баха получается такой эффект капеллы где мы можем это прослушать сами по себе эти устройства работают по bluetooth соединены в мультируме при помощи своего управления все это делается в два клика без каких-либо сложностей лень это двигатель прогресса сложности никто не хочет как источник можно выбрать практически все что угодно сейчас установлены дюна пожалуйста мы смотрим фильмы слушаем музыку это уже готовое помещение для любого любителя как музыки так и кино хорошо об руках наушники какое отношение к этому иметь наушники это новинка называется не mondo байды фанк эти персональные bluetooth наушники разработаны совместно с шведской студии которая занимается записью электронной музыки даже сама стилистика наушников сделано по принципу то здесь управление кнопочное сделано в виде фейдера и собственно говоря на за классической крутилочки с точки зрения использования сам этим наушниками пользуюсь персональное время ну вы держите на работу например они сделали их очень легкие 275 грамм все мягкие материалы с эффектом памяти для того чтобы они легко носились на голове от них не уставал при этом так как это рассчитано на электронную музыку здесь очень мощный заряженный бас то есть электронной музыки проходят скажем так в простонародье как говорят у них очень много дури с точки зрения баса при этом есть своя программа для мобильного для мобильных телефонов эквалайзер то есть их можно звук в принципе поднастроить под себя что мне больше всего самому нравится как человек который регулярно забывает что-то заряжать у них достаточно емкий аккумулятор его хватает на 48 часов прослушивания музыки в моем случае это с работы на работу где-то приблизительно по два часа каждый день я их заряжаю ориентировочно раз в две недели ну а ты наверное слушал вот то что называется аудиофильскими наушниками да то есть вот у вас соседней комнате в одессе и прочее вот как бы ты сопоставил звук этих наушников уже вот чисто со стерео аудиофильскими наушниками сравнивая со стерео аудиофильскими наушниками как я уже сказал эти наушники хорошо подходят для электронной музыки даже сравнимы потому что у них очень хороший плотный хорошо направленный бас у этого бас очень хорошая артикуляция особенно сложных треков если мы рассматриваем что-то типа drum and bass где собственно гряса все басовая линия имеет зачастую очень сложный рисунок я как большой любитель панк музыки в принципе эти наушники мне тоже подошли потому что как таковой панк музыки сложных электрогитарных партий нету там как раз основной регистр от низкочтопный которым отыгрывает все это играется достаточно чисто и приятно для того чтобы все-таки послушать именно более классическую сцену стационарно все таки я предпочел конечно аудиофильские наушники у меня любимые сенхайзеры ждешь 600 хорошим усилением этот мои любимые наушники с точки зрения гитарных инструментов всего остального но если нравится электроника если нравится хорошо заряженный вас эти наушники прекрасно подойдут такого слушать какая цена 26 тысяч рублей в розницу это достаточно бюджетно цена таких хороших наушников смотри я тут увидел для себя старое знакомое название тиволи как я сказал тут дело только что доклад и мне один человек задал вопрос ведь я слышал что вы все распродали осталось одно тиволи это правда вот что в тиволи происходит тиволи компания сейчас вернулась если никто достаточно грустная история была когда не переуступали свои права различным компаниям свое время даже владел производитель мороженого брендом тиволи с этим были связаны как раз проблема в поставках в наличии в каком-то качестве сейчас компания вернулась к своему основному владельцу до конца этого года планируется расширение модельного ряда то есть появятся определенные новинки ну и собственно для вся классика это model one с различными добавлением функций все это по-прежнему поставляется поставляется в россию официально и уровень качества не снизили потому что тиволи как показывает выставки и прослушивание на выставках и широкополосный динамик он умеет удивлять да и согласен я сам иногда удивляюсь дим тогда наверно может мы на финишной прямой вот чтобы ты улучшил в целом жанре и лайфстайл аудио чтобы тебе хотелось чтобы еще лучше стало в жанре лайфстайл аудио я все-таки постарался бы улучшить непосредственно сетевые протоколы под более широкополосно для того чтобы можно было спокойно использовать тот же dsd формат который хранится на компьютере потому что мультиром акустика уже может это играть уже качество усиления достигло такого уровня когда это звучит очень удобно варима но очень сложно это настраивать с точки зрения широкополосного интернета до 5 герцовая сеть есть она конечно хороша но у нее пробивная способность в твердых поверх все еще плохая и что мне нравится у того же дефанка и что сейчас очень хорошо я думаю все многие должны к этим стремиться в том числе кстати у нейма также реализовано это стабильность управляющего софта он должен быть удобный он должен быть стабильный потому что некоторых компаний к сожалению это очень сложно этим управлять достаточно сложно разобраться и в том числе стабильный желает лучшего если все компании будут делать хотя бы стабильно работающий софт я думаю это выведет тот же лайфстайл на новый уровень потому что люди не хотят лишний раз заморачиваться с лайфстайлом не хочется делать каких-то лишних движений для настроек здесь если это работает стабильно и ты нажимаешь на кнопку play тебе это удобно естественно ты оставишь это у себя дома ну тогда я хотел бы тебе этого пожелать чтобы это произошло как можно быстрее чтобы мы дожили до этого момента во всяком случае мы и большое спасибо а нам надо двигаться дальше мы продолжаем находиться на экспозиции компании digis сейчас мы перешли во вторую комнату где также мой старый добрый знакомый михаил крюков миша рад тебя видеть как всегда вот и прошлый раз мы с тобой разговаривали прошел уже почти год это была гостиница бородино вы только что представляли вашу линии электроники а что вы в этот раз представляете мы продолжаем представлять нашу линии электроники о которой мы говорили и сейчас мы представляем новейший проектор ультра короткофокусный хайсенс модель px1 он только появился на рынке буквально еще месяца не прошло и здесь можно сказать первый его показ здесь петербурге на выставке его первый показ такой широкой публике это трехлазерный ультра короткофокусный проектор который продолжает линейку хайсенс их и ультра короткофокусных проекторов можно сказать топовые из того что есть сейчас на в линейке хайс а скажи мне вот такие проекторы они требуют специальный экран в идеале да то есть если говорить о картинке которые вот идеально получить с такого проектора то конечно лучше либо на белый экран но в полном затемнении либо при комнатном освещении но экран должен быть специальный с технологией lr я не буду вдаваться подробности наверняка кому интересно посмотреть есть это экран который отражает свет только снизу от проектора и направляет его на зрителя а все что попадает сверху и сбоку поглощается скажи а вот ваша электроника какое-то дальнейшее развитие по отношению к прошлому году получила ну если концептуально туда по крайней мере есть направление движения есть уже определенные я продолжаю вести работу в этом направлении и ближе я пока не буду говорить чтобы не сглазить но ближайшее время по крайней мере там до сегодня у нас сентябрь до нового года мы рынок будет еще одну-две модели чего-то интересного ну вот за этот год который прошел уже ты можешь какой-то промежуточный отметить результат то есть он превзошел ваши ожидания или это примерно то на что вы рассчитывали вот с точки зрения этого у и м линии которую вы тогда начали делать миш знаешь да тут и да и нет то есть мы однозначно как бы ожидали того что будет и может быть хотели чтобы что-то было быстрее допустим с ресиверами не так то есть стерео прекрасно прям очень популярно очень хорошо и все довольны ресиверы не настолько хорошо распродается как стерео тут просто в принципе как я понял и театральное направление у любого производителя но не всегда настолько развита как стерео поэтому в общем как бы ожидали стерео и она сработала ресивера ожидали больше пока не достигли тех результатов которым стремимся но продолжаем вот смотри я поскольку больше вижу перспективу со стороны стерео с другой стороны в 90 я стоял у истоков домашнего кинотеатра у меня сложилось впечатление что где-то на последние лет 8-10 домашний кинотеатр как таковое явление оно пошло на спад я прав или нет наверное еще году в пятнадцатом уже была тенденция когда стерео продолжала расти а ресиверы сначала вот как бы я не буду говорить на примере какого бренда мы смотрели продажи с пятнадцатого года начался такой прям заметный спад 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 и сейчас он как бы роста нет по ресиверам он продолжает либо в стагнации либо все ниже а чем эта стагнация связана на твой взгляд скорее всего из за того что люди не всегда готовы к большим переменам я имею ввиду если строить кинотеатр с нуля и подготовить комнату с нуля к этому люди готовы а если заехать уже в готовое помещение и вот остановиться над на чем-то чтобы посмотреть то скорее всего на миду проще прийти в стерео и смотреть даже тоже кино и звук без дополнительных так сказать не то чтобы вложений а наверно ну в общем инвиз без дополнительных наверное при образовании комнат вот это будет самое правило а вот скажи не является ли сложность самого оборудования сложность установки сложность пользования им одним из причин почему это происходит как правило нет я считаю что это даже если и так то там в пяти процентах случаях как правило люди просто предпочитают поставил включил забыл потом возможно люди и стерео когда они понимают что в кино чего-то им не хватает искать на не пытать смотреть кино в стерео потом они растут до ресиверов но изначально не все готовы просто с нуля сразу привык а вот смотри опять же я почему этот вопрос задаю дело в том что в 90-е я отметил даже как установщик сложность иногда отсутствие надежности интеграции оборудования сейчас этих проблем как они остались или все-таки можешь сказать что ты их уже просто не видишь и не чувствую абсолютно то есть сейчас основная проблема ведь уже давно есть универсальный hdmi разъем по которому и управление звук и видео все передается поэтому сейчас достаточно просто включить hdmi кабель из точки а в точку б и как бы на этом забыть то есть все то что было я понимаю чем ты говоришь да там я не в 90-х а в двухтысячных но в принципе то же самое но сейчас все совсем по-другому просто hdmi и как бы любой пользователь просто открыв инструкции ставил hdmi включил автонастройку забыл хорошо что касается краткофокусной вот этой технологии когда ты сказал что это трех лучевая лазерная технология речет о чем что-то уже матрица на который лазеры свете правильно понимаю да это дел пи чип на которой светит три источника света синий красный зеленый стандартность которых у нас строится аудио пи по-прежнему есть преимущество с точки зрения уровня черного я не могу сказать чтобы не сказать он есть преимущество относительно чего-то другого то есть чтобы не говорить каких-то сказать никого не задеть dlp хорош работает надежен и на мой из как бы по моим по моим наблюдениям наверное 70 процентов проекционной техники которые на рынке продается это все-таки и по-прежнему это одна чиповая технология да то есть с колесом да нет здесь нет колеса здесь каждый лазер сам работает дает свои цвета есть без призмы каждого ради я верно все светят на чип но я обратил внимание что кроме видео у вас есть интересная акустическая система стоит все верно старались построить семиканальную систему но опять же без дополнительных так сказать изменений комнаты то есть мы используем звук dolby atmos но при этом колонок потолке у нас нет привычных от нас они у нас есть я так и думал что все кончится dolby atmos вместо 30 с чем-то каналом останется все-таки 2 до по факту да то есть это такой это самый простой вариант dolby atmos то есть который не требует дополнительной инсталляции и проведения кабеля на потолок а по какой технологии это работает стандартная акустика отличается от там обычных например полочников только своей формой она выглядит форме такой неправильной трапеции которая как при установке на фронтальную колонку она направлена немножко вперед и вверх и располагаясь на фронтах отражается звук от потолка и мы слышим звук как вот он приходит на сверху совсем как бы я сказал не новая технология как только появилась от нас там есть память не изменяет году в 15 наверное многие производители практически сразу пришли в рынок с предложением вот именно такой акусти которая не требует дополнительных когда людям хочется иметь атмос а наша электроника и поддерживает атмос и не нужно дополнительных вложений и изменений в комнате вот и я послушал в принципе все звучало довольно убедительно я желаю вам успеха на выставке я желаю вам дальнейшего успеха и вполне может быть что мы буквально через месяц опять увидимся пережив гостиницы бородино да обязательно что вам всего самого хорошего и счастливого а мы движемся дальше всем добрый день мы продолжаем наш репортаж с выставки fresh hi-fi and vinyl шоу в санкт-петербурге пожалуйста не удивляйтесь что я появился вдруг в кадре дело в том что миша кучеренко сейчас очень занят он проводит там свои мастер-классы в нашей комнате поэтому несколько интервью возьму я мы сейчас находимся в комнате наших больших друзей компании kenerton audi я с огромным удовольствием хотел бы предоставить слово нашему другу который постоянно нас поддерживает поддерживать нашу программу это валентин казанжи валентин приветствую ну насколько я понимаю ты находишься в своем родном городе санкт-петербурге вот и скорее всего раз это так что ты здесь наверное представляешь целую серию целую плеяду новинок каких-нибудь правда ли это и если да то расскажи пожалуйста подробнее ну да нам редко так везет чтобы выставка проходила твоем родном городе и ты не вынужден думать как отправить какие-то экспонаты какие-то свои новинки в москву в екатеринбург новосибирск или куда-то еще мюнхен мюнхен наконец а здесь мы вот по максимуму привезли все что могли привести и конечно же хотелось здесь петербурге показать несколько новинок и в этот раз мы я считаю даже преуспели в этом потому что новинок не одна и даже не две а сколько на самом деле абсолютно новых моделей не так много а вот обновленных версий у нас три и одна абсолютно новая модель что тоже немало можно поподробнее да начну я пожалуй с самой младшей модельки если вы помните младшая модель в нашем модельном ряду автология простите называлась аврора модель была очень хорошая она пользовалась очень высоким спросом не знаю почему либо из-за того что она настолько хороша либо потому что она все-таки более демократичным по цене я не знаю я думаю что это и другое но прошло время прошло почти два года и я думаю что пришло самое время представить абсолютно в новом обличье эту модель сразу придут еще предвосхищу вопрос что какая будет цена всегда же делают новую версию только для того чтобы вытащить из ваших кошельков чуть побольше денег но это нормальный закон бизнеса эта модель стоит ровно столько же сколько стоила и предыдущая версия но на мой взгляд она намного эстетичней внешне она имеет сейчас новое название aurora райс ну что переводится не только как утренняя звезда аврора а это уже можно перевести собственно говоря как полярное сияние aurora райс они намного легче благодаря тому что мы лишили эту модель металлической тяжелой сетки они ощутимо комфортней но самое главное не в этом самое главное в том что звучание их стало на мой скромный взгляд много интереснее вас стал чуть более подчеркнутым прекрасно контролируемым и из них ушла некая зажатость что ли они стали открытыми очень воздушными и в то же время с хорошим таким вот энергичным басом я думаю что в этой модели будет хорошее будущее я в этом мире а какая цена напомни пожалуйста в свете нынешних реалий и нынешних подорожание всего и вся могу скорбно заявить что если предыдущая версия авроры стоила 30000 рублей то сейчас что предыдущие что новая стоит целых 32000 32000 до слушай но отлично отличный результат выглядят эти наушники точно не на 32 тысячи рублей никакой экономии на материалах натуральная кожа дерево стали я с удовольствием их послушаю может быть после нашего интервью а вот это предмет особой гордости кроме авроры в таком же форм-факторе появилась абсолютно новая но в то же время хорошо забытая старая модель магистр только магистр heritage почему heritage это дань уважения самой первой модели наушников нашей компании в компании kenerton под брендом kenerton первая модель была магистр ее было продано достаточно много по тем временам это была очень успешная любимая большинством аудиофилов причем особенно западных аудиофилов модель но все течет все меняется и она снята с производства если я не ошибаюсь я бы соврать порядка семи лет назад семьи лет назад точно и вот мы решили ее возродить но в новом отличие и понятно что на новом качественном уровне я не побоюсь сейчас громкого заявления но на мой взгляд из всех динамических моделей kenerton а была не была и не только kenerton одна из самых удачных моделей одна из самых сбалансированных по звучанию в дальнейшем вы увидите графики а чиха этой модели поймете о чем я говорю они ровные эти заливики у них но если там у большинства не будем называть конкурентов и дорогих моделей в разы более дорогих моделей после двух трех килогерц начинается такой разброс что все все говорят да это нормально но я так могу сказать что здесь до 7 килогерц просто ровная ровная полочка до хотел заметить что вот для этой модели для этой модели нам пришлось проделать очень много не свойственных нам до этого экспериментов допустим вот эта модель абсолютно не хотела играть так как надо с традиционными для нас амбушюрами из натуральной кожи мы не знали что делать мы делали отверстие мы меняли конструкцию ничего не получалось пока я все-таки не прислушался к словам одного из моих инженеров а все-таки сделать велюровые амбушюры а мы этого не умели мы это боялись но мы это все-таки в итоге сделали и это запела так что мы решили мы решили наш опыт применить и по отношению к другим моделям почему я так долго говорил об амбушюрах и так планарные наушники младшая модель планарных наушников кеннертон водон сейчас она выглядит вот так но не подумайте что это только банальный фейслифтинг да они намного интереснее смотрятся внешне до чашки другие по форме более современные до более гармоничные до более удобные но это другой звук это другой вода ну собственно говоря лукавлю немного это тот же самый вводом получается но во всем по всем параметрам чуть выше на ступеньку выше и кстати говоря графики в данном случае тоже подтверждают то что звучание очень ровно и безо всяких неприятных артефактов и так далее и тому подобное считаю что модель удалось традиционно для кеннертона каждая новая версия всегда делается для того чтобы поднять цену залезть ваш карман цена не изменилась по сравнению с прежней с предыдущей версии не на йоту и она составляет и она составляет 125 тысяч понял скажите еще и еще бы вы подняли еще одна новинка то же самое мы проделали из достаточно популярные известной моделью кеннертон тэк теперь это так но он теперь это безумно комфортные велюровые амбушюры они из натуральной кожи звучание много ровнее на мой взгляд звучание предыдущего тэка честно говоря мне не очень нравилось лично мне мне не хватало какой-то ясности и в то же время была какая-то крепливость здесь этого нет стыдно за нее я думаю нет цена не поднялась традиционно для кеннертон вот более того моменту начала определенных событий февральских она стоила 170 тысяч сейчас она стоит 145 тысяч то есть она даже снизилась да совершенно верно ну и еще можно упомянуть о том что наконец-таки появилась уже массово пока мы ее показывали только на выставках последний раз в екатеринбурге два раза москве прототипы которые менялись раз от разу динамический харпланд вот он в таком виде теперь существует и он теперь доступен на тоже прототип или это уже серийная это уже серийная и это уже доступно и более того первые владельцы этой модели уже имеют место вот примерно нет новинок много вот еще усилители в новом обличье наконец-таки класс а все замечательно все красиво есть еще наработки мы не после московской еще кое-что в рукаве есть версия рупорных наушников джаж 50 гелла хорн известных заслуживших свое признание особенно на американском рынке они там вообще очень популярны сейчас они открытого типа появились арбом но такое название так себе но почему выдавая нормально вот цена традиционно тоже не поднимется как вам удается несмотря на рост курса доллара сохранять цену неизменный в рублях ну во первых цена все-таки я лукавлю цена все-таки поднялась она поднимется в ближайшее время потому что сил уже не остается на то чтобы поддерживать их на прежнем уровне а если вы помните я заявлял о том что цены мы не будем поднимать до тех пор пока курс нашей валюты будет в рамках разумного так вот мы держали эти цены и сейчас они ближайшее время к сожалению поднимутся но во первых поднимутся незначительно во вторых сейчас у нас будет три градации мы решили что это разумно у нас будет три градации каждой модели каждая модель будет доступна версии basic в базовой версии да вот такой версии оригинал и версии комфорт версия basic не будет отличаться от нынешних существующих цен практически не будет чуть более упрощенная комплектация в некоторых моделях может будет будет урезанные варианты отделки древесины этого только натуральный цвет только дуб клен ясен но простите меня если вы хотите допустим древесину бубинги когда один куб этой древесины сейчас стоит миллион сто восемьдесят тысяч но поймите меня правильно мне продавцы этой древесины говорят но извините евро то поднялся я вынужден это транслировать покупателям поэтому кто захочет что-то более экзотическое что-то более редкое он будет покупать серию комфорт ту же модель а будет за это доплачивать колхоз дело добровольно но звук останется и там и там и там одними тем же более того любой владелец базовой версии сможет потом в дальнейшем докупить не недостающие до апгрейда до следующей версии детали легко и я думаю что ничего страшного в этом нет вот насчет цен вот как то так мы здесь хорохолимся что все хорошо что мы успеваем делать много моделей и так далее и тому подобное это правда мы не лукавим но дело в том что если оглянуться вокруг нужно быть совсем окончательным идиотом чтобы не понимать что наше благосостояние как минимум не растет а точнее и вернее немножко падает собственно говоря как и во всем мире и до бесконечности надеяться на то что мы будем продавать наушники премиум класса достаточно невысокой ценовой категории для нас но достаточно высокой для большинства наших потенциальных клиентов но согласитесь это неправильно и поэтому было совершенно недавно принято решение заявляю об этом громогласно если кто-то из наших слушать это услышит а я буду рад поэтому мы перерегистрировали наш новый бренд то есть kenerton он существовал существует и надеюсь будет существовать но сейчас ведутся работы и появится новый собран фишер аудио by kenerton он не имеет ничего общего с предыдущим фишер аудио в том плане что те варианты развития то есть ое-м-оди-м с китайских фабрик и так далее неприемлем это будут тоже сделанные в россии модели это будут тоже модели с максимально возможным качеством звучания но чуть более простыми наверное материалами и возможно в целях уменьшение себестоимости в целях увеличения доступности их для большего числа клиентов может быть материала будет локализация производства этих материалов будет но все-таки никак здесь все сделано вручную дорого в россии вот мы все это там возможно оголовье будут какие-то более простые массовые возможно что то еще но в итоге это будет тот же звук и я очень надеюсь что это же качество я надеюсь что тогда люди которые сейчас не могут себе позволить купить наушники с хорошим достойным звуком выше 20 тысяч рублей выше 10 тысяч рублей наконец-таки смогут обратить внимание на нас они на многочисленных китайцев которые сейчас лезут на наш рынок вот как-то так слушай ну здорово мне мы это сделаем это очень интересно с учетом того что насколько мне подсказывает мой опыт у вас не получается делать плохие изделия или даже какие-то компромиссные то ну мне кажется что это реально будет очень интересно посмотреть сделать спасибо вам спасибо вот все валентин огромное спасибо за интервью а мы будем двигаться дальше всего доброго генеральный спонсор нашего видеокаста стереоправда компания in trade представляет на российском рынке продукцию канадского производителя изоакустикс изоакустикс изготавливает изделия которые позволяют настраивать музыкальные системы еще в одном домене то есть есть электрический домен где у нас электронная техника есть акустический домен где колонки настраиваются по работе акустических элементов иông есть механический где опять же все компоненты которые генерируют механические вибрации могут с помощью изделий изоакустика настраиваться начиная вот от таких подставок под колонки здесь кстати акустический элемент присутствует когда мы можем наклонять слегка колонки но и присутствует изоляция от поверхности, на которой стоит. Также можно использовать специальные изделия для изоляции или настройки свойств электронных компонентов, акустических систем, изолирующие платформы. Причем изоакустикс, это компания, основанная на многолетнем опыте ее создателя Дэйва Моррисона, работой в радиовещательной канадской корпорации. Все изделия были разработаны, проверены, оттестированы и измерены в знаменитой лаборатории НРС в Канаде, которая в знаменитом в том числе разработает акустических систем. Поэтому я настоятельно рекомендую обратить внимание на изделия изоакустикс, спрашивайте эти изделия у местных дилеров и поверьте, они очень эффективны. Мы продолжаем наше путешествие по выставке Fresh Hi-Fi and Vinyl Show и сейчас мы находимся в комнате на экспозиции компании SA Lab. И здесь наш старый знакомый, старый добрый наш друг Алексей Семин, с которым мы постоянно берем интервью на выставках. Алексей, приветствую! Спасибо за традиционную поддержку. Расскажи, пожалуйста, как вообще впечатления от выставки в Санкт-Петербурге и что новенького у тебя появилось? Я привык к тому, что у тебя постоянно фейерверк новинок на всех выставках. Не знаю, как тебе это удается, но тем не менее. Сложно, да, но удается. Ну, я, честно говоря, должен сказать, что, на мой взгляд, это одна из лучших организаций выставок High-End'а в России на сегодняшний день. Я не знаю, это самый какой-то такой вот демократичный, самый как-то организованный, что ли, самоорганизованные мероприятия. Спасибо, конечно, устроителям. Ребята молодцы и нам это очень нравится. И я думаю, что мы с удовольствием будем продолжать с ними сотрудничество, потому что, ну, я говорю, действительно, это очень интересное мероприятие. По поводу новинок, ну, мы действительно работаем в этом направлении. Как я уже говорил ранее, когда мы встречались, что мы пытаемся сейчас закончить полностью линейку ламповую и транзисторную, поскольку ламповую мы раньше отработали, сейчас мы отрабатываем транзисторную линейку. Я так понимаю, они у вас немножко в параллель. Да, то есть мы хотим сделать так, чтобы одному соответствовало другое. То есть Thunderbird соответствовал Black Knight, у Самсона был свой как бы эквивалент и так далее. И мы, конечно, пытались к этой выставке сделать все новинки, но, к сожалению, чуть-чуть не успеваем. И наши топовые транзисторные усилители, они, к сожалению, будут в октябре на выставке в Москве. А, то есть вот буквально через месяц их уже можно будет в Москве увидеть. Да, я думаю, что на выставке в Москве мы обязательно их покажем. И тоже на выставке в Москве сделаем акцент на транзисторной тематике, потому что лампу мы уже достаточно долго, много лет продвигали. Здесь мы часть этой работы показываем тоже. У нас предварительный усилитель Thunderbird, который в этой линейке представлен, он частично сделан и для того, чтобы работать как предусилитель нашей транзисторной линейки. Для этого там очень много переработали и лампы, и схемотехнику и так далее. Здесь мы показываем на выставке наш транзисторный Samson, который там 800 ватт мощности. Он здесь представлен? Он представлен в соседней комнате 2113. Он на полевых транзисторах построен. Биполярные транзисторы, они чуть-чуть попозже в Москве будут, но это более сложная история. И там уже 1350 ватт мы покажем этот усилитель на выставке уже в полный рост. Вот какие-то такие вот... Пожалуйста, а вот то, что вы делаете линейку ламповую, линейку на полевых транзисторах и линейку на биполярных транзисторах, это для того, чтобы как-то соответствовать вкусам определенных категорий граждан? Хочется закрыть... Или это инженерный вызов такой, скорее? Скорее и то, и другое. Хочется закрыть все как бы... Вопросы. Вопросы, да, потому что ты же тоже в хай-энде давно уже крутишься, ты понимаешь, что очень много существует всяких мифов хай-эндных, да, что там лучше, что хуже, там непримиримые борются чуть ли не в кровь, да, и вот мы пытаемся сделать так, чтобы как бы максимум для каждой группы показать, что можно сделать. Но люди ведь все равно найдут к чему придраться. Слушай, ну, мы на это и, собственно говоря, и рассчитываем. Пусть придираются, ну что же делать? Когда люди придираются, ты только развиваешься. Слушай, а я вижу здесь еще усилитель для наушников появился. Да, это мы недавно запустили эту линейку, мы пытались сделать как можно более демократично, но как бы максимально качественно в звук пойти, да, но удешевить за счет всевозможных примочек, отказавшись от всякого там Wi-Fi, Wi-Fi и так далее. То есть это чисто усилитель для наушников. Который не выходит в интернет, не вает кофе. С паркой, да, с холодильником своим не общается, только общается лично с тобой через гарнитуру телефонов. Вот все. Понятно. Ну, вот он есть уже в продаже, соответственно. Здесь мы привезли несколько экземпляров, чтобы показать. Какая цена розничная? Рочная цена у нее 130 тысяч рублей. 130, да? Понял. Хорошо. А вот такой вопрос, я не знаю, насколько он уместен или нет, но я так понимаю, что раньше у тебя значительная часть бизнеса была связана с поставками за рубеж аппаратуры. Как сейчас с этим? Ну, сейчас, если честно говоря, у нас остался Китай, Гонконг, Тайвань, Южная Корея. Ну, вот этот регион остался, с которым мы работаем. Со всеми остальными поддерживаем дружеские отношения. Отправляем открытки, поздравляем с Новым Годом. Рождеством, Днем Святого Валентина и так далее. А ты говорил, что какую-то модель ты представил в Гонконге только что? Да, недавно в Гонконге прошла презентация нашего нового транзисторного усилителя Black Knight Power с предусилителем Thunderbird. С такой связкой вышло целое ревью в Гонконге. И, соответственно, его можно будет в ближайшее время... Мы его уже практически перевели, можно будет с китайского положим на сайт. Все, кто хочет, может ознакомиться с этим ревью и с той презентацией, которая проходила в Гонконге. Ну, как в целом люди принимают там? Люди счастливы. Люди счастливы. Да, люди счастливы. И, честно говоря, многие журналисты отмечали, что у российского звука есть свой характер. И что он... Ну, почитайте. Что я не буду, как бы... И китайскому уху этот характер приятен. Да, да, да. Более приятен, чем американский и японский. Тем более, да. Я понял. Скажи, пожалуйста, я вижу, что здесь у тебя представлены еще записи Михаила Мамонова. Смарт-аудио-рекординг, это у вас какой-то партнерство. Мы очень плотно сотрудничаем, соответственно, в последнее время. Ну, ты понимаешь, для того, чтобы твоя техника как изучала, тебе нужен источник. Пока что, к счастью и к сожалению, ну, по факту, да, кроме пленки, мастер-ленты, ну, мало что может с этим справиться. Ну, отлично. Мне очень приятно со своей стороны видеть, что наши, уже не побоюсь этого слова, друзья, Михаил Мамонов, у которого мы были в гостях, его ленты здесь представлены, наушники Кенертон, Валентина Казанжи, тоже здесь используются для демонстрации возможностей твоего усилителя. То есть, люди, которые близки нам по духу и с которыми нам приятно общаться, они как-то вот так получаются, что группируются вместе и мы их вместе видим. Ну, спасибо большое. Я надеюсь, что мы в ближайшее время увидимся. Еще, может быть, на выставке, да, и посмотрим очередные новинки от Алексея Семина. Не знаю уж, как вы успеете за месяц их сделать, но надеюсь, что у вас получится. Они уже практически готовы, они уже в производстве. Все, спасибо. Спасибо большое. Да, удачи. Нашим гидом по третьей экспозиции компании «Дигис» является Евгений Лапшин, который, кстати, нам уже много раз помогал, в том числе в недавних программах, когда мы снимали в галерее Назара. Жень, извини за фамильярность, что я тебя называю. Жень, расскажи, вот на этой выставке у вас, я так понимаю, три новых презентации. Да, совершенно верно, Михаил. Всем добрый день, гости канала. Да, на этой выставке мы представляем аж три новинки для российского рынка. Это, в принципе, первый публичный показ трех новых моделей, трех абсолютно разных брендов. Это две новые акустические системы, линеек «Аура» от «Ворфдейл», да, более крупная акустическая система, и линейки «Ревела» от бренда «Квод». Плюс еще мы показываем здесь новинку от бренда «Мун». Это самый начальный интегральник 250iV2, он называется, то есть это уже более продвинутая версия его предшественника, грубо говоря. При этом сразу оговорюсь, что у нас концепция в этой комнате такова, что мы здесь выставляем примерно одного уровня компоненты по ценовой категории, грубо говоря. Это наша философия, мы как-то привыкли уже с ней взаимодействовать, и в нее, в частности, входит то, что мы считаем, что компоненты в системе должны соответствовать по уровню друг другу. То есть не может быть такого, что у вас акустические системы, например, предположим, стоимость их полмиллиона рублей, а усилители за 100 тысяч. Тогда синергии никакой от них невозможно просто получить, потому что это разный класс совершенно оборудования. Поэтому здесь у нас как раз подобрано все очень удачно, так совпало, что у нас примерно одинаковый ритейл у акустических систем, это в районе 350 тысяч рублей, и примерно такой же у интегрального усилителя. Поэтому здесь вот у нас как бы такая связка две разные акустики и один усилитель. В принципе, очень удачно получилось на наш взгляд. Женя, а можно мне личный вопрос? Конечно. Личный вопрос знаешь какой? Вот как ты сам относишься к тому, что вот все ожидают на каждой новой выставке, новой линейке аппаратуры, они постоянно меняются. Вот как ты считаешь, это необходимо, неизбежно, твое отношение к этому? Что постоянные вот эти изменения моделей, постоянные новинки, я не знаю, вот ты считаешь, это хорошо или это не очень хорошо? Я думаю, что в целом человек настолько сложное существо, что его очень часто, опять же, очень сложно удивить чем-то. И зачастую многие компании-производители, выпуская какой-то продукт, рассчитывают на то, что он будет действительно интересным для потребителя. Но в силу того, что, как правило, многие хай-файщики люди идейные, они вот заложили в этот продукт что-то свое, какое-то свое видение его, свое звучание, дизайн, опять же, все составляющие этого продукта. И вполне вероятно, они могут не попасть в то, что ожидал потребитель от этого. Поэтому, естественно, держать, например, подобную линейку у себя в модельном ряду просто бессмысленно, потому что она никому не интересна, именно потому что ожидания не совпали у потребителя и у производителя. Но, с другой стороны, это обоюдно острый меч. Если ты возьмешь знаменитые кводы электростатические, которые существовали много лет, они внушали покупателей уверенность в завтрашнем дне. То есть, он купил эту модель, он знает, что десятки лет она будет примерно той же самой, она будет ему верно служить, и ее будут поддерживать, и для нее будут запчасти и т.д. и т.п. А когда вот эти модели постоянно меняются, человек, который вот ее сейчас покупает, он отдает себе отчет, что она, грубо выражаясь, стареет морально по дороге из магазина домой. Не есть ли это тоже какая-то опасность в этом? Ну, вот относительно тех же электростатов, да, кводовских, они на самом деле пережили уже, наверное, 4 или 5 серийных инкарнаций с момента ESL-57, как бы самых первых серийных электростатов, и заканчивая вот современной моделью, там, старшей 29-12. Вот, на самом деле, если мы уж берем настолько большой временной аспект, то здесь все достаточно логично и закономерно, потому что с течением времени все-таки прогресс на месте не стоит, и меняется не только и уровень записи сам, да, который впоследствии человек будет слушать, меняется, соответственно, качество тех продуктов, которые призваны эту запись осуществлять, соответственно, да, меняется, вместе с этим меняется и качество тех продуктов, которые должны эту запись воспроизводить потом. Вот, поэтому, мне кажется, это вполне... Ну, и к тому же меняются условия, как производственные условия, как рыночные условия, как, опять же, технические инновации. Я с этим тоже согласен, но я почему тебе и задал этот вопрос, именно потому что, с одной стороны, у вас есть пример квода 57-го, 63-го, это сколько там, 50-60-70 лет. А с другой стороны, есть вот постоянно каждый год новые и новые модели, и вот мне просто было интересно твое отношение к этому, поэтому я тебе этот вопрос, собственно, и задал. Ну, я понял. Я вижу какой-то у вас виниловый проигрыватель. Виниловый проигрыватель у нас присутствует в качестве источника в нашей стереосистеме, он единственный, наверное, кто выбивается из нашей концепции условно все по 350. Ну, еще стример тоже у нас, как бы, такой достаточно дорогой, но, к сожалению, у Муна просто нет альтернатив именно в доступном ценовом сегменте, да, он стоит дороже, чем этот интегральник, но, как бы, мы здесь уже сошлись на этом. Вот. Соответственно, виниловый проигрыватель, это наш бренд очень давно, да, мы с ним живем, это бренд Transrotor, бренд замечательный во всех отношениях, и это начальный проигрыватель, но он в нештатной конфигурации, соответственно, он уже нами немножечко, как бы, доработан с той точки зрения, что здесь стоит нештатная головка, а стоит головка Венденхул, Фрок, та самая зеленая, знаменитая, вот, и, конечно, такая конфигурация у нас штатно не предлагается, да, то есть это клиент может уже по своему собственному желанию дополнить проигрыватель этой головкой звукоснимателя. Вот. А так, номинально, в принципе, этот проигрыватель в базовой версии, если мы возьмем, например, только стол, учитывая, что, например, у клиента может быть уже тонарм и голова, то он как раз получается где-то в районе, там, наверное, 500 тысяч рублей, может быть, даже чуть меньше, именно чистый стол. Вот, поэтому он как раз и вместе с этой головой получается намного более дорогим здесь из компонентов, вот, но, тем не менее, в принципе, очень удачно вписался, и нам самим, например, очень нравится вообще сочетание вот именно стола Трансротор вместе с головкой Венденхул, очень классный звук получился в таком. Ну, отлично, тем более, что ты не оставляешь места для грязной фантазии зрителей, называешь все, как говорится, своими минимум, включая цены, потому что, как ни странно, многие из тех, с кем мы здесь на выставке ведем репортаж, они как-то стесняются называть реальные цены продуктов, типа, зачем это нужно, а так, как бы, ты даешь исчерпывающую информацию. Ну, что, большое спасибо, если так мы в целом все обсудили, то тогда я желаю вам успеха, завтра второй день выставки, я надеюсь. Кстати, как твои впечатления о питерской выставке? Ну, мы, в принципе, с ребятами с Пультру уже второй раз участвуем именно в питерской выставке, и впечатления, на самом деле, очень позитивные, во-первых, мы слышим очень много позитивных слов от посетителей, в том числе и нашей комнаты, да, потому что люди здесь, некоторых мы уже просто вот знаем в лицо, они уже за день зашли там раз по 7-8, вот, и садятся, и слушают, то есть это означает то, что мы здесь не зря старались, двигали колонки, пытались найти какой-то удачный метод для них, потому что комнаты, конечно, не идеальны в этой гостинице, именно вот в плане, да, их размера, потому что они практически квадратные, вот, как для звука это, конечно, не очень хорошо, вот, но в целом, как бы, какой-то звук нам вполне удалось получить, людей очень много, все интересуются, очевидно, что выставка будет признана абсолютно удачной, потому что сегодня, на самом деле, с утра, я даже поначалу как-то немного занемчил, потому что людей вообще не было, то есть вот просто выставка открывается в 11, пустые коридоры, никого нет, потом к 12 уже прям, там, народ забился, так что все, мне кажется, очень позитивно проходит и хорошо. А скажи, бывает еще так, что вот пришел, увидел, победил, то есть люди заходят, что-то видят, и уже какой-то совершенно конкретный деловой разговор бывает, или все-таки это больше интересующийся, для кого выставка, это, наверное, ну, своего рода просто развлечение? Ну, мы прекрасно даем себе отчет в том, что далеко не всем любителям хай-фая будет доступна техника, которую мы показываем здесь, да, но, тем не менее, есть очень много людей интересующихся, и кто подбирает компоненты, это, может быть, не готовая стереосистема, например, сегодня человек консультировался с нами по поводу того, стоит ли ему заменить усилитель, например, имун, как бы, послышав его здесь, он решил, что это будет один из вариантов, который он будет рассматривать при замене существующего усилителя. Вот, поэтому, опять же, с счетом, как бы, ценовых категорий, да, мы понимаем прекрасно, что не каждому это под силу. Ну, слава богу, что хоть вы это понимаете, потому что внизу на первом этаже, где там проводов на 250 тысяч долларов, я не уверен, что они понимают. Нет, ну, там, как бы, совершенно другая категория, где уже нет места компромиссам, скажем так, да, как бы, в нашем случае мы еще и комнату назвали таким образом, что, как бы, не все то дорого, что звучит, да, поэтому, как бы, наша философия здесь как раз показать, что не всегда то, что может действительно очень интересно и здорово звучать, будет стоить, там, миллионы и миллионы рублей, то есть всегда... То есть вы стараетесь находиться на линейном участке нарастания качества цены? Да, совершенно верно. То есть мы, как бы, всегда стараемся показать, что в любой ценовой категории, причем это не только относительно нынешней выставки, да, и относительно всех остальных, в которых мы участвуем, мы всегда стараемся показать, что в любой ценовой категории можно собрать очень хорошую, хорошо звучащую стереосистему. Да, в любом случае человек впоследствии может расти, да, в звуке ему захочется, может быть, чего-то другого, заменить там актические системы, усилители, это уже не принципиально. Важно просто то, что вот он может сейчас взять готовое решение и оно будет уже хорошее. Жень, большое спасибо, желаю успехов. Надеюсь, что мы скоро увидимся, фактически через месяц в Москве. Да. Тем более там масштаб мероприятия будет еще больше. Я тоже воодушевлен тем, что мы здесь видим. Так что тебе всего хорошего, до скорой встречи, а мы движемся дальше. Генеральный спонсор нашего видеокаста «Стереуправда» компания «Интрейд» представляет в России фирму под названием «Дэн Дагастина Мастер Аудиосистемс». Я бы даже сказал, что это жемчужина в короне «Интрейда». Дело в том, что Дэн Дагастина – личность не только легендарная, но и до сих пор активно работающая в этой индустрии. В 1981 году, когда Дэн Дагастина открыл компанию «Крэл», она многие годы была недосягаемой такой врез, возвышающийся над всеми другими аудиокомпаниями. Я могу этому быть свидетелем, потому что я в то время был дистрибьютором компании «Крэл», и могу сказать, что в то время я все-таки к транзисторной технологии относился немного скептически, считая, что лампа – это наше все. В 2011 году Дэн Дагастина открыл уже свою компанию, как говорится, «Сигнача» компанию, где он был не только автор всех инженерных разработок, но и имя компании. Это полностью развязало ему руки, и то, что мы наблюдаем сейчас, а эти компоненты у нас постоянно в программе, и, собственно, это заставило меня задуматься над тем, что с недостатками ламп стало мириться все сложнее. А преимущество современных транзисторных технологий, на примере того же Дэна Дагастина, который идет в ногу со временем, все последние технологии в транзисторной области постоянно используются в продукции этой компании, так вот, преимущества транзисторов становятся все более и более очевидными. Поэтому тем, кому удастся послушать эту технику, я настоятельно рекомендую это сделать, и может даже не только у локального дилера и съездить ради этого куда-то, потому что, я вас уверяю, это будет абсолютно незабываемый опыт. Вы знаете, когда я делаю интервью на выставке, я, конечно, иногда очень внутри нахожусь в напряженном состоянии, потому что мне иногда первый раз приходится иметь дело с какими-то новыми людьми, или первый раз мне приходится иметь дело с какой-то незнакомой для меня техникой. И вот сейчас я нахожусь вот в эйфории, потому что я среди моих самых ближайших друзей, коллег и знакомых, это Кирилл Яковлев и Михаил Мамонов из Smart Audio Recording. Соответственно, Кирилл – это наш ангел-хранитель из компании Intrade, которая сделала выпуск наших программ возможным. Кирилл, как всегда выражаете, самая высокая степень признания. И мы находимся в комнате на экспозиции совместной, соответственно, компании Intrade и компании Smart Audio Recording. Я бы хотел, Кирилл, во-первых, тебя спросить все-таки в двух словах, на что вы сделали ставку вот в этом году в Санкт-Петербурге в этой экспозиции. Да, ставку мы всегда делаем на такое неформальное воспроизведение, чтобы оно, возможно, трогало слушателей. Соответственно, и относимся к этому серьезно. Таких вот друзей мы выбираем. Чтобы трогать действительно, прямо взять заглотку, вот так и это. Это, конечно, Smart Audio Recording. Ты извини, если я тебя немного прерываю в силу того, что нам надо голубым по Европам, к сожалению, в этом репортаже. Поэтому, я, знаешь, хотел все-таки Мишу задать. Ты, как человек, у которого такая длинная, насыщенная, глубокая биография в звуке и в разных его ипостасях, почему ты оказался на этой выставке именно в этой комнате? Ну, слушайте, вообще ничего не происходит просто так. Вот. И немного обращаясь в совсем недавнюю историю, когда на прошлой выставке, опять же, с твоей подачи, Миш, мы оказались в одном месте в одно время, и мы делали прямой эфир. Можно там сделать какую-то даже ссылку, наверное. Обязательно сделаем. В отеле идет о встрече со зрителями нашей программы. В отеле Селигерское. Это был у нас конец апреля этого года. Абсолютно верно. Вот. И вот на этой встрече так получилось, что мы принесли туда, прикатили свой магнитофон и подключили этот магнитофон к сетапу, как сейчас говорят, то есть к комплекту, к системе. И в частности, вот с этими акустическими системами. Речи Ютареваева, модель Аталанты 5. Вот. И вы знаете, мы с очень многими разными системами подключали свой магнитофон и включали свои записи. И вот именно тогда я услышал, что вот эти системы работают так, очень похоже, очень достоверно, особенно тембрально. То есть, так, как я привык это слышать у себя в студии, на том хай-энд, хай-фай комплекте, который находится в нашей референс-комнате, где тут тоже был гостя. А мы делали специальную программу в этом году. Я помню, то, что можно сделать. В марте месяце она вышла. Вот. И когда Кирилл... И мы, кстати, прямо на том мероприятии договорились предварительно, что на следующей выставке, а почему бы нам не сделать вот такой совместный. Не усилить, не улучшить. И время пролетело очень быстро, несмотря на то, что это лето в нашей студии было таким достаточно насыщенным. И на эту выставку очень коротко мы привезли два абсолютно свежих альбома, которые записаны. моя любимая певица, Миша. Ты мне сделал такой подарок. Два альбома, которые мы записали буквально вот в августе, и мы спешили к этой выставке это все выпустить. Первый это Кристина Ковалева, а второй... А второй это тоже тебе знакомый Елена Денисова, скрипачка. А, конечно. И выпустил новый альбом, приезжая к нам в студию. И я так смотрю, у вас оформление становится все более и более каким-то интересным, потому что вот оно уже на примере Кристины Ковалевой какой-то очень с таким глубоким настроением. И время, я еще раз повторю, пролетело очень быстро, и вот он, этот самый сентябрь, и вот мы в Питере, и мы на одном действительно стенде, и я хочу сказать, что вот сегодня прошел первый день, ну, вот, мое ощущение, что есть такой, как бы, результат, и эмоционально, о том, о чем говорит Кирилл, мы пытаемся не делать рекламу колонкам, не делать рекламу кабелям, магнитофонам, тем более, и всему остальному, просто пытаемся создать вот такую интересную атмосферу, творческую, может быть, приходят люди, мы с ними разговариваем, беседуем, и не говорим о том, какой мощности эти колонки, и там, сколько динцепилов, и вообще никаких технических данных, и вопросов, никто не задает. И в этом, мне кажется, вот и сила вот этой коллаборации, в хорошем смысле этого слова, когда мы действительно сильные стороны одних пытаемся соединять с сильными сторонами других, и получается то, что получается. Ты знаешь, может быть, это небольшое отступление, но вот удивительно то, что ведь компания Intrate основана людьми, которые также имели отношение непосредственно к профессиональному звуку. То есть, и Смиренский, и Дремин, они же в общем-то начинали как профессионально звукорежиссеры, да? Ну, имели отношение и к тем вещам тоже, да. Да, и вот удивительно, да, что там профессиональный глубокий подход и уровень работы Intrate с серьезными инсталляциями, и ты, вот опять же, рыбак рыбака видит издалека, пришел фактически с этой же среды со сходным масштабом достижений. То есть, все-таки то, что вы здесь оказались вместе, а не просто с какой-то компанией, которая чем торгует. Вот как ни странно, я вижу это определенная закономерность. И как твое впечатление после первого дня выставки? Ну, я уже сказал о том, что, ну, во-первых, мы, конечно, устали, потому что людей было много, и это хорошо. То есть, комната практически ни одной минуты не пустовала, и люди разные, и приходилось очень много общаться, и мы действительно слушали музыку. я хочу все-таки еще раз сказать о том, во-первых, ну, мы, наверное, уже доросли до такого состояния, когда мы не обязаны делать какую-то вот такую рекламу, потому что ее надо делать. И я просто сейчас хочу абсолютно искренне сказать о том, что действительно вот эти системы для вот меня, они ну, на меня произвели действительно хорошее впечатление. И еще раз повторю, что они работают очень тебрально верно. Вот, если, предположим, мы говорим о том, что какой-нибудь рок-музыка или там блюз электрический, мы можем, мы точнее, мы не знаем, как она вообще изначально звучала, да, то есть, мы можем предположить, что это звучит хорошо, допустим, система, а это, допустим, может быть не очень хорошо. Оценивая совершенно параметры такие, как там звуковое давление, может быть, там, какую-то прозрачность, яркость, там, эшелонированная то, как звучит скрипка в органном зале, при условии, что мы ее записывали, я ее слышал живьем, потом я ее слышал у себя в студии, я слышу ее здесь, а она звучит так, как она звучала изначально, ведь это очень ценно. Это говорит о таком серьезном потенциальном этих акустических систем, которые могут действительно донести, по сути дела, первозданное звучание в, условно, первичное поле перенести во вторичное поле. А скажи мне, все-таки это стоит отметить, потому что мы делаем репортаж с выставки, значит, я понял, что в качестве источника использовали только магнитную ленту. Не только магнитную ленту, сегодня еще один участник нашего вот этого сетапа, это замечательный усилитель Дегастина, то есть, это я думаю, что Кирилл, наверное, больше скажет о том, что он может и то, что у него там находится на борту. Значит, если я правильно понимаю, источник у нас магнитной лента от тебя, смарт-аудио-рекординг, стример в Дэнда Гастина, и от Дэнда Гастина вы подключали это все уже непосредственно к ревайву аудио Аталанты. Да. И вопрос, ну я так понимаю, что везде кубала сосна, правильно? Только. Дальше я смотрю изолирующие подставки какие-то присутствуют. Да, Михаил, все как обычно, из-за акустикс мы по необходимости применяем, где нам нужно. Миш, ну я думаю, что все-таки вот эта синергия, о которой ты говорил, о том, что вот колонки так выдающеся звучат, вот я тебе могу сказать, почему я не стал давать Кириллу слово по поводу Дэгостина, что это и, я думаю, значительная заслуга Дэгостина. Я правильно понимаю? Все-таки. Ну это, по крайней мере, точно не без участия. Это усилительный такой звук. А еще хочу сказать, что в качестве источника наш уже бывший на наших стендах магнитофон это штудер А-62. Этому аппарату 60 лет. Его усилители воспроизведения и записи выполнены на германиевых транзисторах и может быть еще и поэтому звук здесь скажем, вот действительно был сегодня в некоторых местах прямо такой, знаете, захватывающий. Кирилл, ну Миша нам подробно объяснил причину, по которой вы стали плотно сотрудничать, а вот с твоей стороны вы всю жизнь занимались хай-эндами инсталляциями, хай-эндами установками, торговлей, чего греха дать, да? Вот как ты думаешь, почему у вас такое вот плотное сотрудничество с Михаилом возникло? Ну, чтобы у меня было желание показать, скажем, эмоциональный максимум системы, вот, а работы Миши, пленки Миши, да, они, на мой взгляд, ну, этой задаче полностью соответствуют. Кроме того, наши с ним взгляды на воспроизведение музыки, да, как такого акта искусства, они тоже совпадают. То есть, здесь складывается такой пазл, как сочинение музыки, да, неоспоримо является искусством, да, ну, уже сотни лет, да, после сочинения что идет? Исполнение, да, дальше запись, к чему Михаил причастен, да, вот, а запись тоже может быть как пошлой, так и выдающейся, да, как может быть утилитарной, так там, актом искусства. И дальше в этот струнный ряд встраивается легко воспроизведение, ну, домашнее воспроизведение, то есть, чем мы здесь занимаемся, да, собственно, созданием мы таких эфемерных образов, вот, по возможности, ну, эмоционально ну, если бы я это приземлил, я бы сказал так, с большим воздействием. Ты извини, что я тебе не дал возможности говорить, но вот, по моему мнению, вот для меня удивительно, что, что вот если сейчас обойти все компании, которые выставляются на этой выставке, они очень часто подходят слишком утилитарно и слишком примитивно к тому, как проводится выставка, назначение выставки, я должен отдать вам должное, что вы как-то к этому смогли подойти с такой вот высоты таких души прекрасных порывов, за что я хотел бы, конечно, вам лично выразить такую вот сердечную благодарность. приземленных систем достаточно, а поскольку у нас есть желание продвигать домашнее слушание через наши компоненты или вообще, как популяризация домашнего аудио, соответственно, это нужно показывать не как покупку телевизора или телефона, а как события, и эти вещи могут создавать в домах покупателей такие музыкальные события. Да, вот, собственно. Ну, спасибо, Кирилл. Тогда мы идем дальше. Заканчивается первый день выставки, на самом деле он закончился, и Григорий Чекноверов из компании Гонковы, Евгений Трофимов из компании Гонковы любезно согласились в неурочное время дать нам интервью. Григорий, большое спасибо. Женя, как всегда, ты наш ангел-хранитель, тебе тоже большое спасибо. Я бы хотел начать с того, что Гонковы на меня всегда оставлял неизгладимое впечатление, то есть, когда я проходил все выставки, что в Москве, что в Петербурге, что в Екатеринбурге, ваша экспозиция была ближе всего моему сердцу. Не зря говорят, рыбак рыбака видит издалека, и не зря основой нашей экспозиции здесь на выставке это продукция, опять же, от вас, это и, естественно, колонки Магниплан, это, естественно, цифроаналоговый процессор MSB, поэтому, во-первых, хотел вам обоим выразить свою признательность, во-вторых, лишний раз продекларировать, что мы единомышленники, и я рад, что вот наши круги расходятся, и мы все больше и больше людей можем назвать нашими единомышленниками. Я, наверное, первый вопрос, Жень, тебе, поскольку ты технически занимался вместе с Олегом и так далее, составлением этой системы, ее установкой, настройкой и так далее. У вас, как всегда, всего очень много. Что у вас в этот раз на выставке в Питере? Наконец-то пришла вертушка EMT на батарейном питании, то есть, это полностью переосмыслены старые модели, также корректор EMT, цифроаналоговый преобразователь MSB с новым Digital Director с цифровым управляющим, усилители, два варианта усилителя, это Western Electric 91E и Jadis i35. Все это поставлено на стойки и на стойки Hi-Fi Stay корейские, и акустика Broadman австрийская, тоже, соответственно, развязаны на пятаках Hi-Fi Stay. Какие-то сетевые устройства используете? Сетевые устройства, фильтр, пассивный фильтр. А вопрос, мне кажется, что я вот этого Super Twitter раньше на Broadman не видел. Это так или нет? В Екатеринбурге. А, он уже там был? Ну, это как такой автомаркет, то есть, это не кембрит? поскольку очень много гипсокартона и вязнет в нем еще диапазон. Тогда у нас что, это кабели? Какие кабели? Кабели, это итальянские жидкостные кабели шинпи, и силовые кабели шинпи, и кабели Broadman Acoustic. А когда ты говоришь жидкостные, что имеется в виду? В качестве изолятора используется какая-то специальная жидкость? Не изолятор, в качестве проводника. А, наоборот, проводника. Да, в качестве проводника. Ну, ладно, мы как-нибудь более отдельно об этом поговорим. А, важный момент забыл. Стойки Hi-Fi Stay и вот все эти развязки, покажи, какую они там вот что-то. В руках подержал, увидел, как это все вкусно. То есть, я так понимаю, это основа на диссипации энергии в тепловую за счет того, что происходит вот это вот постоянное как бы трение внутри этих шариков, да? Я правильно понимаю? Да, она снимает электромеханические вибрации. И я так понимаю, что во всех трех плоскостях. Да. Отлично. Тогда, слушай, вот по поводу этого проигрывателя, первая моя реакция, когда я его увидел, я так подумал, что может быть это что-то такое новое, современное для хипстеров. Учитывая, что как-то очень странно выглядит тонарм ватерику вокруг, как-то он выглядит достаточно просто. Это что? Поскольку EMT старинная студийная фирма, да, ты знаешь, с 50-х, с конца 50-х, 60-х, там, все студии мира оснащались EMT оборудованием. И вот это вот некое осмысление их вальтушки, может быть, когда-нибудь сделаем тест, интересно, поскольку у меня есть дома их оригинальная вальтушка с 60-х годов с оригинальным тонармом и головкой, можно сравнить вот с новой инкарнацией, как они перерасмыслили это. Гриш, а вот, кстати говоря, поскольку мы об этом, может быть, подробно не разговаривали, ты слышал все инкарнации последней вестерн-электрик. То есть, я так понимаю, это конец 90-х, это середина, начало 2000-х, и это вот то, что они возобновили производство пару лет назад. Какое твое мнение? Да, в общем, меня удивило. у меня даже в коллекции есть их лампы 50-60-х годов, то есть, золотого времени. Я был абсолютно уверен, что тот-то уровень нельзя превзойти. Но последние лампы прошлого года, этого года, они просто ощутимы. Слушай, но тебе это должно не быть неожиданным. В Вене та же история, понимаешь? А мы можем перележать, как ты знаешь, и любовь вина из пик. Но это радует, потому что они всегда вызывали какое-то такое, знаешь, к себе настороженное ощущение тем, что вот они возникали, исчезали, возникали, исчезали, разные слухи на их счет ходили. Но, тем не менее, твое как бы авторитетное мнение в том, что вот последний бетч и все вот это, это действительно самый высокий уровень в последнее время. Абсолютно. Отлично. Но это не только нами подтверждается. Мы хотим заявить, что надеемся на 90%, что на выставке Бородино усилитель Western Electric будет с очень интересным акустическим комплектом, я имею в виду акустическими колонками, мы пока держим интригу, но мы, как говорится, перекрещиваем наши пальцы, чтобы это произошло. Гриш, ну вот мы с тобой редко разговариваем на выставках, и ты, я так понимаю, много времени в течение самой выставки в самой комнате обычно не проводишь, я правильно понимаю? Сегодня ты провел почти целый день здесь, какое твое впечатление? Ну, вообще очень живая и какая-то особая душевная обстановка, что ли. Если в Москве она обычно более деловая, такая, жесткая, то в Питере она более расслабленная. А вот скажи, случается ли то, что когда-то было притчевоязыцем, что пришел, увидел и купил? Такое бывает в последнее время? у нас, во всяком случае, практически нет, но мы и задачи такой не ставим, что-то продать обязательно. А какую задачу вы ставите? Ну, получше познакомить, потому что, если, скажем, есть вещи абсолютно понятные, как МСБ или ЕМТ, любой в этой теме понимает, просто объясняю, что это переосмысление старых. Вестернолек, как тот же, то у любого это именно слуху, тоже некое переосмысление с учетом современной акустики, более энергичный усилитель. То, скажем, Брудман или Магнипан, ты знаешь, вещи абсолютно непонятные и всегда нужно доносить и через себя это проводить и доносить, что это, как это настраивать определенным образом потенциального клиента, чтобы он обратил те же Монтана у нас там абсолютно понятные колонки, то есть много слов не нужно, то здесь людей в заблуждении вводят, что это дизайнерские колонки, поскольку они красивые. Видите, что здесь 25 патентов спорятано в этих колонках, здесь ни одной стандартной банальной детали, начиная с пищалок, которые специально разработаны для этих колонок, кончая виртуальным басом, который здесь без низкочастотного излучателя не 130 герц, есть бас, то... Ну, а ты согласен с тем, что, наверное, нету абсолютных технологий, которые бы нас прямо в чашу святого играли, перед нами ставили, а что у каждой технологии все-таки есть какие-то свои сильные, старые и слабые стороны, и что задача нас, и в том числе покупателей этой техники, определиться с технологией с точки зрения баланса ее достоинства и недостатков, что идеальной технологии не бывает. И у каждой технологии задача стоит максимально реализовать ее потенциал с точки зрения максимизировать достоинства, минимизировать недостатки, а вот выбор технологии, он специфичен для конкретно поставленной звуковой задачи. И даже для конкретной психики человека, потому что, ну, например, видеофото это очень легко пример привести, если мы там снимаем пейзаж какой-то, один человек возьмет панорамную камеру и снимет максимум всего этого сделать, а другой возьмет длиннофокусный объектив, какую-то капельку снимет, которая отражается все это. И это может быть зачастую при общем недостатке информации и больше эмоций и чувств передает. Слушай, очень хорошее сравнение, но в таком случае вот как бы ты охарактеризовал в этом контексте Бродман? Вот Бродман, а, Бродман это отдельно, я бы сказал, если, скажем, Монтана или вот прекрасные колонки Маджикова, которые на первом этаже, это классический аудиофильский подход, да, включаем, получаем обилие звуков, дальше мы работаем, работаем, занимаемся тюнингом, сетью, помещением и из всего из этого звука мы создаем музыку, вытаскиваем музыку. У Бродмана полностью наоборот, мы включаем вот с Ямахой как бы, да, с простым усилителем и сразу получаем музыку, да, если мы при этом еще и аудиофилы и хотим, из чего эта музыка состоит, мы уже должны вытащить звуки. Ну, и это предполагает с другой стороны жанровоориентированность колонок, правильно? То есть, я так полагаю, что мы вряд ли можем, как и в случае музыкантов, где каждый инструмент играет свою партию, имеет свой тембр, свое назначение, ты бы согласился с тем, что в случае акустики мы имеем дело с необходимостью выбирать колонки как жанровоориентированные? Ну, мне кажется, что большинство колонок нет, большинство колонок можно заставить все играть, другое дело, когда мы в системе это все, то, безусловно, в том числе, Бродман, то есть, они абсолютно универсальны по жанраму. не абсолютно, наверное, все-таки жесткая электронная музыка какая-то, даб, может быть, это совсем не для них, еще гораздо записанной как-то. Ну, как бы, это Ханс Дочи, это его достаточно жесткая позиция, когда на какой-то выставке кто-то пришел и какую-то сложную запись электронную поставил, в которой там был очень сложный набор звуков, никакой музыки, он сказал, все-таки я там звукорюшер, который работал с Каррианом, да, и ради того, чтобы вот одну дерьмовую запись там воспроизвести, я должен убить там какой-то... кстати, Арни Нюнделл, в этом смысле, который был Genesis Infinity, он просто всех их посылал на три буквы, они потом на него обижались, я помню, в начале 90-х журналисты, кое-кто из стереофайла были из разряда таких вот молодых, я бы не назвал их гопников, но таких типа примодненных, предтечий хипстеров, и вот они приходили на демонстрации Infinity, этих громадных АРС, и предлагали какой-то рог поставить, он, значит, их посылал, они потом его называли старым козлом, то есть, есть такая опасность, я тоже исходил из того, что кое-что на демонстрациях вроде предполагает, что если приходят люди, ты должен из любезности им угодить, но с другой стороны и на поводу тоже не хочется идти, тогда мы, наверное, будем двигаться в сторону будущего, прекрасного, и я так понимаю, что у нас на носу очередная выставка в Москве, я полагаю, что вы принимаете участие, какие-то изменения по отношению к этой системе предполагаются? Ну, поскольку здесь небольшое помещение, то, в общем-то, мы здесь все достаточно, единственное, на этой выставке там большое помещение уже было взято, поэтому мы уже... На выставке в Москве? Нет, здесь. А, здесь? Здесь. Да, в Москве у нас будет более эксклюзивная, дорогостоящая техника, здесь все более бюджетно. Кстати, на чем я хотел бы остановиться отдельно, что среди всего этого перечня оборудования Джоди, это, пожалуй, самый, что ни на есть, торожил, если говорить о России, потому что я помню, как еще в самом-самом начале 90-х, когда тогда Чернов Аудио был дистрибьютор, это была одна из первых марок, которая вообще появилась, может быть, даже еще начиная с Трушины, когда они там сидели в этой двухкомнатной квартире. И вот мы, сколько уже, считай, 35 лет спустя наблюдаем Джоди, каково твое мнение вообще о них? А это вот классика относится к тем же понятным вещам, что ЕМТ и Вестерин Электр, и МСБ, то есть, как они 40 лет назад это выпускали, классическая ламповая схема навесным монтажом на той же фабрике, отчасти даже те же люди, кто еще не вышел на пенсию, преемственность сохраняется, и только улучшается технология производства трансформаторов, которые они делают сами. Такая классика, которая... А ты не чувствуешь какой-то опасности? Вот я, когда всегда заявлял, что все будущее в прошлом, кое-что из этого мне пришлось из этих слов взять назад. Ну, например, вот тот же очевидный прогресс транзисторной технологии, то, что мы постоянно наблюдаем, как я где-то сказал, что с недостатками транзисторов мириться стало все легче, а с недостатками ламп все сложнее. Вот. И тебе не кажется, что все-таки я на самом деле сейчас не о Джоди, я о некоторых других брендах, ну, тот же Менли, что греха таить. Да? Я, когда их в последнее время слушаю, как-то это стало намного скучнее, чем то, что мы тогда ощущали в начале девяностых. Ну, да, безусловно, на фоне развития транзисторной техники эта техника более стала культовый характер носить, узкий интерес. Но, тем не менее, какие-то сильные стороны у нее остались, и она по-прежнему в этом смысле востребована. Да, безусловно. Она в какой-то степени может сказать тоже, что и про Бронман. Ты включаешь, сразу льется музыка. Дальше тебе уже нужно работать, если ты хочешь вытащить подробности и детали. Льется музыка, 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 а нам, к сожалению, надо двигаться дальше. Я еще раз хотел уплагодарить Гриша и Женя, как своих самых близких братьев по оружию, за всю поддержку, которую вы оказываете и на выставках, и в наших совместных проектах, и в нашей программе. А мы движемся дальше. В самом конце нашего выпуска мы решили немножко отойти от стандартного формата, который в наших программах. У нас сегодня не будет формального гостя, у нас не будет прослушивания, у нас не будет рейтинг, у нас не будет представления музыки, к сожалению, потому что мы ограничены во времени. Но мы решили пригласить наших друзей, партнеров нашей программы, людей, которые поддерживали нас все это время и сделали возможным участие в этой выставке. Я хотел бы их быстро представить. Слева направо, во-первых, Григорий Чекноверов, владелец Гонг-Авэ, который предоставил для нашей демонстрации Магнепан и МСБ. Я бы хотел представить, хотя он не нуждается, представление Михаила Мамонова с Мартауди Рекордингс, который имел с нашим генеральным спонсором компании Интрейд совместную экспозицию. Опять же, Ярослав Воробьев не нуждается в представлении, это мой соведущий, продюсер нашего, ну и я, Миша Кучеренко. В этом фрагменте мы хотели бы с моими друзьями обсудить их мнение по поводу прошедшей выставки. И, наверное, мы начнем, опять же, слева направо с Григория Чекноверова. Гриша, я так понял, у тебя была возможность пройтись по выставке. Да. Какое тебе впечатление сложилось? В общем, во-первых, обрадовало то, что, несмотря на хорошую погоду, да, там... Да, достаточно было посетителей, и какая-то, в общем, живая была обстановка, да, не как вот зачастую на московских выставках, да, вот, люди идут, и как-то там невнятных вопросов не дождемся. Нет, что здесь как-то все живо задавали интересные вопросы. Да, ну, конечно, на входе сразу, да, там, Алком убил своей масштабной экспозиции. Тебе удалось их послушать? Да, да, удалось послушать. Они много, они здесь сделали то, что, потому что выставлять систему такого уровня на выставке тщательно, это нереально. Они сосредоточились на каких-то ма, когда слышно, да что. Это действительно система, что усилитель справляет с этой акустикой. Очень правильно поступили, что привезли стабилизатор питания, потому что мы вот не сделали этого, и из-за этого у нас в пятницу играло прекрасно, а в субботу уже не так. А какие еще экспозиции те показались интересными? Мне понравилось, как Кеннертон представил новые модели наушников. Я вообще не очень много внимания уделяю обычным наушникам, но тут, значит, новый динамический наушник, который он сказал, что Валентин, Азербочек, что они превзошли планарные. Я послушал на рок-музыке, действительно, они играли очень убедительно, динамично, но когда поставил классику, там, конечно, планарные с планар не оставили шансов динамическим наушникам. Ну, в общем, да, у него тоже было много наушников, много к чему подключить это все, и постоянно люди интересовались, ходили. Слушай, ну вот, несмотря на всю предвзятость, которая твоя может быть по отношению к собственной демонстрации, как бы ты ее оценил в контексте вообще выставок, в контексте предыдущих, что бы ты мог по этому поводу сказать? По поводу своей? Да. Ну, вот у нас позиция такая всегда была, что вот эта система, которая стоит в шоу-руме, которую мы тщательно выставляли, мы вот так ее целиком взяли и перевезли сюда. Да, и даже там частично, насколько возможно, средства для акустического оформления помещения. Тогда у меня к тебе, наверное, последний вопрос по поводу Prime Solutions, потому что тоже заметная демонстрация, и какое оно впечатление тебе оказало? Ну, вообще, вот это вот новые динамики Text-3, по-моему, они называются, не запомнил название, да, фантастические сами динамики, и вот так акустика Боринсон, который на них, да. Ну, в фактуре звука у тебя особых вопросов не было, то есть тебе... Ну, я просто, я их знаю, поэтому, да, я... понял. Я извиняюсь, тогда я переключаю все наше внимание на Мишу Мамонова. Впечатление и что на тебя оказало наибольшее, такое, скажем, влияние из того, что ты здесь увидел? Ну, во-первых, когда ты работаешь на выставке в качестве участника выставки, скажем, да, очень немного времени остается для того, чтобы пройти и внимательно что-то послушать и посмотреть. Вот, но я за пару дней, вот за эти пару дней смог выделить немного времени, вот, и у меня с Григорием практически совпадают вот эти вот мнения, то есть вот эти эмоции, впечатления. Вообще, хочется, даже независимо от того, не заостряясь на ком-то, сказать, что все стенды были действительно хороши, понятно, что люди, участвуя в выставке, думают о том, как это сделать, что, но мне не совсем бывает понятно, ну, например, мы же здесь в любом случае хотим показать прежде всего, как звучит система. Понятно, что в условиях гостиничного номера там всегда есть сложности, всегда можно сказать, ну, что вы хотите, здесь же у нас гостиница, да, но несмотря на... Но на каждой выставке все говорят так, однако у кого-то значительно лучше, а у кого-то не звучит. Вот, я об этом и хотел сказать. И вот видно, на самом деле, видно, и когда люди не только заботятся о том, как выглядит вот эта система, допустим, на каких подставках там какие провода стоят, о том, насколько грамотно подбирают контент, музыкальный контент, для того, чтобы действительно раскрыть, с одной стороны раскрыть, с другой стороны, может быть, нивелировать вот те проблемы, которые есть с акустикой. Вот, и там, где этому внимание уделяется, там действительно звучит. И в этом отношении я хочу, на самом деле, вот кроме Алкон, там говорить нечего, действительно, и я очень люблю Мэджика, и еще когда мы там мотались во все эти Мюнхены, всегда, если была возможность, задерживался и слушал Мэджика, там действительно, ну, что там говорить, действительно достойная система, и они звучат здесь, и здесь Алкон, действительно, все, что могли, они сделали хорошо. Вот, но в то же время, я вот, допустим, для себя хочу отметить экспозицию, стенд, и работу на стенде Резалдени, например, да, то есть, маленькие полочные колонки, очень грамотно выверены музыкальные фрагменты, которые демонстрировали эти системы, и действительно, это впечатляло. Вот они с неймом, по-моему, с неймом, да, очень все, и красиво сделано, оформлено, замечательно, вот мне очень понравилось, на самом деле, вот, Prime Solution, то же самое, убедительно, все, как всегда, масштабно, здорово, понятно, организовано, контент соответствует тому, что представлено, и тут вопросов не вызывает, действительно, правда, и там даже послушали мы небольшой фрагмент оцифровки нашей аналоговой записи, вот для меня первый такой был опыт интересный, и я даже услышал, там много чего, того, что я не слышал, допустим, на каких-то других системах, но действительно, очень классно и здорово, вот, боюсь быть нескромным, но мне понравилось, как прозвучал наш стенд, это стенд in trade, вот, для меня вообще был первый опыт, такого совместного совместной экспозиции с этими системами, мы привезли свой магитофон, поставили revival audio, вот эти вот акустические системы, и я даже не свое личное мнение, а когда просто люди уходили, возвращались, приводили за руку своих друзей, давай вот здесь послушаем, но это говорит о чем-то, и действительно звучало очень хорошо, и повторюсь, что я уже говорил просто и вчера и сегодня, что вот эти системы, они звучали очень похоже на те мониторные колонки, которые мы используем в нашей студии, это etc, и здесь может быть конструктивно даже, они похожи, так скажем, внешне, но они действительно звучали хорошо, вот это что касается. Там меня тоже интересовали, кстати, эти колонки. Да, вот, и между, тоже опять же, это и в твой, огород, такой хороший камень. Вчера, я когда здесь был, и ты мне буквально там на лету дал послушать вот эти акустические системы, я был, скажем так, приятно очень впечатлен, приятно впечатлен, именно вот тем, насколько звук может быть воздушен, насколько он может быть детальный, и так далее. Очень понравилась правда система. И она, и опять же, мы говорим про контент. Ты мастер в этом деле, вчера дал мне тот послушать фрагмент, очень небольшой, но было очень убедительно, как звучало. Вот, наверное, так. А вообще... Но и Гришу надо поблагодарить, потому что он же нам у Днепана предоставил. Ну, конечно. Не, ну, твоя вот идея подключить сабуша, она, я больше к такому, к фуризму всегда склонялся, чтобы заставить колонки звучать, нам без всяких сабуша, все, и в данном случае должен признать, надо быть ближе к народу, и он к тебе потянет. А если еще говорить о качестве самих презентаций, то мне, я несколько раз заходил, и, ну, мне было полезно даже послушать, и это очень интересно было представлено. Это, конечно, стенд Мартин Логан, всегда было много людей, и было о чем поговорить, и действительно, очень грамотно, с той стороны, на это все подавалось. Ну, и клипш, я тоже заходил, и такая, юношеская ностальгия, значит, по этому звуку. Опять же, очень здорово, там стоял винил, очень классно, были подобраны треки, было все, было приятно просто зайти и послушать. Да, в какой-то веке клипшон. Да, клипшон, да-да-да. Единственное, мне показалось, что они под разным углом стояли, мне кажется, как-то их поставили, немножко криво, не заметили, я не знаю, может быть, так должно быть, может быть, что-то выслушивали еще. Ну, наверное, такие ощущения. Твое выступление. Ну, вообще, интересно, потому что мы же, в принципе, никак не готовились к этому обсуждению нашему совместному, но, тем не менее, я не буду говорить, кто у меня в лидерах, кто там в аутсейдерах, да, я просто скажу, через звук мне понравился. Слушай, у нас не политкорректно история ХНТ-Аудио, понимаешь? Ну, я, конечно же, хочу отметить инсталляцию ГонКВ, потому что, если мы говорим о ХНД, то, наверное, вот та концепция, которую ГонКВ представляет, она ближе всего к этому понятию вообще, то есть, там и сама инсталляция, и сам... Ну, там красиво, там приятно находиться, и там очень комфортный, неутомительный звук. Вот, я не знаю, как этого вам удается добиваться, но, тем не менее, вот не могу не отметить. Понравился мне звук в Энтрейде, вот, даже с учетом определенного несоответствия классов усилителя и акустических систем, все-таки здесь, ну, все звезды, мне кажется, сошлись, то есть, хороший усилитель, хорошая акустика, классный источник, я говорю про магнитофон сейчас, прекрасный контент, который Михаил, собственно говоря, создает, и приятные люди, как бы, да, вот тоже, ну, все хорошо, реально играет. Вот, мне понравился звук в Prime Solution, причем мне понравилось и звучание их дорогой системы на Boreson, и на меня неожиданно произвело очень приятное впечатление звучание бюджетной системы, там использовалась акустика Scansonic, вот, она там стоила порядка 200 тысяч рублей, вот, но за эти деньги, ну, она просто, ну, не могу сказать, что что-то невероятное, там определенные есть недостатки, но, 200 тысяч рублей сейчас это 2000 долларов, в общем, в этом бюджете очень интересно, вот, также мне понравилось звучание Q-Acoustics, или Q-Acoustics, Q-Acoustics, наверное, правильно, там несколько акустических систем они представляли, вот, была новая серия Q-50-40, это на стенде Simple Distribution, и Q-Active, это маленькие колоночки, но они какую-то невероятную просто панораму рисуют, может быть, она не всегда корректная, но, там, какого-то просто грандиозного масштаба, это очень эффектное звучание. Что еще хотелось бы отметить? Esso Lab, причем Esso Lab мне понравилось звучание больше, даже в той комнате, у них было две комнаты, мне больше понравился звук, где не JBL стояли колонки, а вот какие-то здоровые, разноцветные, там, по-моему, Davis Acoustics, вот, они так тоже, там, ну, очень достойно, вот, ну, ну, конечно, вот, то, что я под занавес зашел к Валентину на стенд Кеннертон, вот, на самом деле, Валентин представил много наушников интересных, и, ну, реально, я так, кое-что вдумчиво послушал, и вот новые модели, его, там, они производят впечатление, вот, наверное, вот так. Спасибо, Ярослав, ну, я, во-первых, поскольку ведущий в этом деле, могу сказать, что, к сожалению, вот, как говорится, мы немного сели между двух стульев, лично я, в каком смысле, ведь на нас же было первое, это сделать, показать комнату, второе, снять видео, третье, у меня там были всякие выступления, четвертое, ну, когда ты на выставке, ты в обстановке этого нетворкинга, то есть, ты постоянно с кем-то общаешься, и в этом смысле мне тяжело было сосредоточиться, чтобы обойти все экспонаты, поэтому я все, к сожалению, не упомянул, я согласен, что, наверное, было очень интересно у Валентина, но я до него не успел добежать, наверное, еще, может, добегу, я согласен, что мне понравился ГОНКВ, опять же, мы сузим наше рассмотрение до определенного направления, да, потому что, конечно, мне очень, я испытываю благодарность к Дигису, они нас всегда поддерживали, очень приятные люди, и вот система на Мун, которую мы послушали, мы ее послушали очень кратко, оставила вот так вот первым, мимолетом неплохое впечатление, и просто мы, к сожалению, не можем объять необъятное, то есть, мы не можем рассказать о всех участниках в разных сегментах, потому что есть более дорогие системы, то, о чем мы здесь, наверное, говорим, может быть, это как снобизм, а вот в самом верхнем эшелоне тех продуктов, которые здесь были представлены, и, безусловно, конечно, я полностью согласен Григорием, Ярославом и Михаилом по поводу невероятного масштаба и качества демонстраций Алком, Гонка В, это не потому, что кукушка хвалит петуха, потому что он петух хвалит кукушку, просто мы, единомышленники, мы работаем на одном поле. Так же, как я заходил в интерейт, я слышал очень хороший результат. Единственное, я сейчас играю роль небольшого плохого полицейского, покритикую, чтобы добавить немного в целом комплиментарные высказывания. Что касается Алкома, я действительно тоже много слышал Мэджику, мне кажется, что вот когда Крис Самовига, покойный в свое время меня просветил на два основных класса техники, техника, которая преследует разрешение, техника, которая преследует контраст. Я после того, как побывал Валкоме, последнюю запись Стилла Бронера там послушал, пришел и поставил здесь на Магнепане. И что я услышал? Если там была очень ясная, сочная и контрастная подача, то на Магнепанах как раз я услышал больше разрешения, несмотря на то, что я надеюсь, что Лев не проклянет меня, когда я скажу, что Магнепане в сто раз дешевле. Понимаешь? Но я, конечно, утрирую, но идея заключается в чем? Что когда я слушал трубу Тилла Бронера, я здесь слышу гораздо больше слоев и каких-то тонких в трубе артикуляций акустических, чем я это услышал там. Там это было очень ясно, там было это очень сочно, но в каком-то смысле более прямолинейно. И даже та открытость динамики и та ясность, которая присутствует Мэджику, на Мэджику сопровождается где-то местами в какой-то компрессии, которые, видимо, довольно сложные кроссоверы, так или иначе делают для того, чтобы это вогнать вот в эту яркую, контрастную и сочную подачу. То, о чем говорил вчера я, вот акустика, которая как Магнепана либо Родман, там ты включаешь, сразу есть музыка, сразу есть мелкие подробности, да, а вот хочешь ты там аудиофильщину всякого вытянуть, там, нужно на ней работать. Вот точно так же вот с той акустикой со стандартной, будь то Монтанна или Маджика, что там, там полностью наоборот, да, ты сразу получаешь масштаб, включаешь там мако-динамику, экспрессию, а вот это нужно работать и вытягивать тюнингом, проводами. и вот этот дуализм между контрастностью и разрешением, если в сторону Магнепана, она может быть немного блеклая, но я услышал чуть больше разрешения, ну, это, наверное, просто как жанр, да, то в случае Алкома, я услышал на их системе более полноценный звук, более ясный, более контрастный, но в каком-то смысле где-то вот в каких-то местах, я подчеркиваю, не везде, там были некие провалы. Теперь, относительно вашей демонстрации, безусловно, она была выдающейся, но я считаю, что вот одно из мастерства участия в выставках, это не пытаться прыгать выше головы. В этом смысле, в чем, я думаю, одна из причин нашей удачной демонстрации, то, что у нас очень лаконичная система. И мы сузили рассмотрение до определенного одного видения, да, они растекались по древу, что дайте нам и винил, дайте нам то, дайте нам все, дайте нам разные жанры. Я сделал здесь ставку на то, чтобы дать полноценность, поэтому я использовал сабвуферы. И мне кажется, в целом, вот по совокупности тех демонстраций, что мы здесь сделали, понимая, что они были на вскидку настроены и далеко не тщательно, но я надеюсь, что общее впечатление от этой демонстрации за счет ее лаконичности было неплохим. Теперь по поводу энтрейда и катушек. Все было отлично, но единственное, мне показалось, я не знаю, с чем это было связано, присутствовала некая назальность и присутствовал подъем в нижней середине. Откуда он взялся, не знаю. Ну, понимаешь, да? То есть, я думаю, тебе, как человеку более профессиональному, чем мне, я думаю, ты преподавал там, где я учился, в этом смысле, понимаешь? Вот. Но вот это то, что я немного критикую, потому что, если мы будем только хвалить, не будет интересно нашу программу смотреть. А в целом, демонстрация была очень хорошая. Отлично. Если можно, пару слов в ответ. Все абсолютно верно. Ты говоришь. Все дело в том, что все вот эти искажения тембральные, они возникают ровно в тот момент, когда ты превышаешь уровень громкости, которая допустима вот в этом помещении. Помещение очень маленькая, отделка, внешний шум бесконечный. А делаешь ты громче, чем нужно, только потому, что ты должен маскировать, перекричать. Ярослав, кстати, это отметил. Как только, как только есть возможность либо прикрыть дверь, либо когда действительно наступает какая-то тишина, ты делаешь тише, и все становится на свои места. Это вот именно такая проблема. И, кстати говоря, по поводу Prime Solutions, я могу сказать так, при всем уважении, но вот что я в Екатеринбурге это услышал, даже Костя сказала, говорю, Костя, такое ощущение, что какой-то процессинг происходит. Не-не-не, у нас тут сегодня никакого процессинга. Я опять слушаю фактуру сейчас, но какая-то она с пластиковым призвуком. Опять же, я надеюсь, Марков меня в темном, как-то подворотне не встретит, да, но при всем уважении я понимаю, что это такое. Это такой верхний уровень лайфстайл-систем. Я думаю, что в случае с Prime Solutions это связано с тем, что они слишком много всего взяли и вообще они не поставили себе задачу вообще донести, рассказать о том, что это такое. Мы тогда выходим на финишную прямую. Большое спасибо Григорию, во-первых, за то, что у нас бы не было такой демонстрации, которую мы еще раз хотим. Это были колонки Магнепан, это были Электроника Аэро, это был великолепный цифроаналоговый процессор МСБ, опять же, от компании Гонки Ви. Миша, тебе громадное спасибо, во-первых, ты сделал всем большой подарок, выпустил новую запись моей любимой Кристины Ковалевой, плюс, я так понимаю, новая запись скрипачки. Да, Елена Денисовой. Да, извини, что вылетел из головы. Ярославу, конечно, спасибо, потому что без него вот этот весь сумбурный процесс и установки, и расстановки, и съемки, и организации всего процесса был бы невозможен. Ну, а мы прощаемся со всеми и надеемся, что мы скоро увидимся в Москве. Возможно, в Москве у нас представится такая возможность уже про Москву поговорить. И всем всего хорошего. Значит, на нашем стенде в Москве на выставке Hi-Fi High End Show, которая будет проходить 20, 21, 22 октября в гостинице Бородино. Всем милости просим, мы опять будем делать демонстрацию, надеюсь, с участием тех же всех фигур. Выпуск вот этот выйдет, если 5 октября, то следующий, опять же, из-за того, что мы сдвинемся, мы не сможем выпустить 25 октября, он выйдет 5 ноября. Всем всего самого хорошего и до скорой встречи. Генеральный спонсор нашего видеокаста «Стереоправда» компания «Интрейд» представляет на российском рынке продукцию итальянского производителя «Юнисон Ресоч» и его братской компанией колонки «Опера». «Юнисон Ресоч», пожалуй, в моей личной жизни, это самая старая европейская марка, которую я могу сейчас вспомнить. Когда только в 90-е годы я окунулся в «Хайнт Аудио», «Юнисон Ресоч» уже были на слуху, так как эта компания существует с 87-го года, когда ее создатель Джованни Сакетти только начал производить те идеи, которые у него были в голове на протяжении предыдущих десятилетий. Усилители «Юнисон Ресоч» это, во-первых, «Инхаус», то есть полностью на фабрике сделаны выходные трансформаторы и кое-какие еще элементы, что, кстати говоря, не так часто встречаются в производстве ламповой техники в последнее время. Объединяет «Юнисон Ресоч» вера в то, что ламповый звук, он самый музыкальный, и он имеет преимущество по отношению ко всем современным технологиям. Поэтому во всех изделиях «Юнисон Ресоч» присутствуют лампы, даже в их источниках звука, которые имеют лампы на борту. Также наряду с ламповыми усилителями у них есть гибридные усилители, которые как раз сочетают в себе все основные преимущества, на их взгляд, ламповой техники и ту мощность и те преимущества, которые есть у транзисторных. Если «Юнисон Ресоч» делает тоже свою линейку колонок, которые, в общем-то, я бы назвал, наверное, «Олдскул», потому что все-таки в рамках «Олдскул», когда были маломощные ламповые усилители, нужны были четвертые колонки, поэтому «Юнисон Ресоч» колонки используют рупорные излучатели, хотя и с современными технологиями, то братская компания «Опера», она полностью современная в концепции колонностроения, то есть мы имеем традиционные подходы, но само название «Опера» видимо указывает на ту настройку звука, которую эти колонки имеют. Я могу сказать, что мы «Оперу» не один раз слушали у нас в программе, она действительно очень музыкальная, очень хорошо рисует пространство, и, как говорится, покупая колонки, ты покупаешь музыкальное будущее, вот я вас уверяю, что «Опера» вас толкает в правильном направлении. Поэтому обязательно интересуйтесь продукцией «Юнисон Ресоч» и «Опера» у своих вокальных дилеров, я вас уверяю, она вполне заслуженная. Вот и подошел к концу наш репортаж с выставки Fresh Hi-Fi Vinyl Show, которая прошла 23-24 сентября в прекрасном Санкт-Петербурге. В конце этого выпуска мы, конечно, хотели бы особо благодарить компанию PULT.RU и Галереи Назаров, особенно Илью Кинжалову, за то, что он позволил нам реализовать возможность демонстрации на этой выставке. Мы хотели поблагодарить нашего генерального спонера компании «Интрейд», мы хотели поблагодарить нашего постоянного партнера компанию «Гон Кей Ви», и мы хотели поблагодарить нашего нового партнера с «Симпл Дистрибьюшн». И надеяться, что скоро, буквально через месяц, мы еще раз сделаем репортаж теперь уже с выставки в Москве. И, соответственно, если этот репортаж должен выйти 5 октября, то репортаж на следующий выпуск выставки в Москве должен выйти 5 ноября. Всем всего самого наилучшего, и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok